Доброе утро всем! Еще раз. Давайте прорепетируем, как мы доброе утро здоровались. Доброе утро! Прекрасно! Смотрите, настроение уже хорошее, лучше. У нас сегодня очень-очень много людей, и это очень приятно. Большое вам спасибо, что вы сегодня все сюда пришли. Давайте поаплодируем себе за то, что вы смогли... Спасибо большое за то, что вы смогли сегодня выделить этот день. Я бы хотел сразу сказать два слова, буквально несколько о том, что нас сегодня ждет. Ну, во-первых, я бы хотел в первую очередь поблагодарить компанию генеральный директор и Юлию Потапову. Вот эту очаровательную милую девушку организовала и продолжает организовывать. Мы фактически проводим эти мероприятия раз в неделю по городам Российской Федерации. И везде у нас приходит великолепная публика, такие, как вы, руководители, такие, как вы, собственники. И все это делается абсолютно бесплатно для того, чтобы повысить качество менеджмента в нашей стране. Это глобальная цель. И огромное спасибо генеральному директору за эти мероприятия. Давайте еще раз поговорим о том, что же сегодня ждет. Сегодня у нас будут интересные спикеры. Сегодня мы будем говорить о менеджменте и о продажах. Мы будем говорить о вашем личностном росте. Мы будем говорить о всем том, что действительно вас волнует каждый день в своей работе. Но мне бы хотелось, так как сегодня, во-первых, декабрь. Сегодня уже 6 декабря. До нового года сколько осталось дней? 24 или 25? 25. 25 дней до нового года. Фактически можно сказать, что год завершен. Ну, в принципе. Давайте сделаем так, что сегодня будет не просто мой мастер-класс или тренинг о системе управления, о том, как быть эффективным руководителем. Вы все гораздо эффективнее, чем все то, о чем вы будете слышать. Вы все уже гораздо профессиональнее. И просто сам факт того, что вы собственники бизнеса, сам факт того, что вы руководители подтверждает ваш высочайший профессионализм. Что мы можем сделать сегодня? У нас не стоит ни в коем случае задача чему-то вас научить новому или дать вам что-то особенное. Наша задача сегодня всех наших спикеров, потому что вы все равно слышали большинство того, что мы когда-то с вами говорили, читали в книгах, слышали от кого-то другого, постараться затронуть какие-то ваши струнки внутри и возродить интерес к тому, что вы знаете. Знаний огромное количество. Мы сегодня будем об этом говорить. И вся моя презентация в течение двух с половиной часов, может быть чуть меньше, она будет рассчитана на то, чтобы пробудить в вас интерес. Я очень благодарен девушке по имени Юлия. Юлия, вы где? Вот, да. Здравствуйте. Давайте поаплодируем за смелость, потому что она подошла ко мне и сказала, а вы знаете, я бы тоже хотела что-то сказать о менеджменте. Я обязательно сегодня это дам возможность вам. Поэтому у меня есть предложение к вам, если вы готовы. У нас сегодня будет несколько другой формат, потому что действительно конец года, мы целый год работали для того, чтобы раскачать эту тему. Каждый из спикеров занимался своей. Моя тема – эффективный руководитель и менеджмент, основанный на ценностях. Я бы хотел вам сегодня, по большому счету, не просто рассказать свою презентацию, свой мастер-класс. Я бы хотел сегодня с вами поделиться всем тем, что я сделал за этот год с компаниями, с руководителями. Я бы хотел с вами сегодня поделиться в открытом диалоге. Поэтому, к чему я вас призываю. У вас у всех есть ручки и какие-то блокноты, да, Юль? Да, у вас у всех есть ручки и блокноты. Смотрите, вы профи, я уже сказал. Если вы сможете на 2,5 часа позволить себе отключиться от всемирной паутины, отключиться от того, чтобы не писать сообщения в WhatsApp, в Telegram, в Viber, в SMS и во всем остальном, то, поверьте мне, мир останется прежним. Попадет из вас. Если вы думаете, что он без вас пропадет, об этом мы поговорим отдельно, и у нас будет маленькая игра на эту тему. Поэтому, все, что я хочу, чтобы вы сделали сейчас со своими мобильными телефонами, вы определитесь для себя, где вы будете работать. В мобильном телефоне? Отлично, оставляйте. В блокноте? Отлично. Давайте берите блокнот. Так вот, если вы работаете в мобильном телефоне, зайдите сейчас, пока они у вас на руках, в любую социальную сеть. Меня зовут Роман Дусенко. И напишите мне запрос на друзья. Я вам, во-первых, пришлю презентацию, если она все равно приходит вам, но вы можете получить от меня. Во-вторых, я отвечу на любые ваши вопросы, возможно, не сразу, но я всем отвечаю. Поэтому это то, для чего лучше использовать мобильный телефон. Вы можете использовать для того, чтобы что-то снять на видео или записать на диктофон, чтобы потом удивить или показать своим коллегам. Вот такой режим работы в открытом диалоге, с хорошим настроением. Ведь менеджмент – это про нашу жизнь. Это то, чем мы живем каждый день. А сегодня у вас есть великолепная возможность выдернуться из этой суеты. Знаете, я буквально вам еще одну фразу скажу. Я веду программу на радио Медиаметрикс. Она называется «Эффективность управления менеджментом». Я приглашаю самых известных HR-директоров Российской Федерации, крупных директоров компаний. И разных бизнес-тренеров, коучей и так далее, и так далее. И в одной из программ один спикер, я сейчас уже точно не помню, он мне сказал, что жизнь руководителя, она очень проста. Она от дедлайна до факапа. И задача руководителя не просто почитать книгу, послушать какой-то тренинг или что-то еще. Нет, ему просто задача остановиться. На секунду остановиться и задуматься о том, что происходит. Выдернуться из этой операционной суеты, выдернуться из этой системы, которая постоянно нас гнетет. Как вы сказали, невозможно включить телефон, чтобы не отправить какую-нибудь смс. Отлично. Итак, друзья, готовы начинать? Все, значит принято. Общаемся с хорошим настроением, улыбаемся, стараемся быть активными. Сегодня это ваш день, и мы стараемся сделать то, чтобы вы получили от нас максимальное. И еще один важный момент. Мы работаем бесплатно. Мы не получаем деньги за эти выступления. Единственное, что нам оплачивает генеральный директор, это транспортные и гостиницы. То, что мы с вами делимся, это наша личная позиция. Сделать так, чтобы действительно качество менеджмента в нашей стране улучшилось. И благодаря именно вам. Начинаем. Да? Дай, пожалуйста. Так, первое, что бы я хотел сказать. Это самый веселый слайд из нашей презентации. Я бы хотел сказать огромное спасибо городу Уфа. И скорее всего вы уже догадались почему, потому что моя супруга, она выросла здесь. Мы с ним познакомились в Москве, когда мы работали вместе. И благодаря вам, благодаря вашему городу, моя семья состоит сейчас из трех замечательных людей. Это она, я, вернее четырех, и замечательных, да, 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 вернее четырех, да. Это моя дочь София, это мой сын Егор. И все они появились на свет благодаря тому, что есть такой замечательный город Уфа. Большое вам за это спасибо. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое эффективный менеджмент. Я вам уже сказал, что вы гораздо эффективнее, чем все, что вы услышите. Но моя задача сделать так, чтобы вы еще раз немного оценили то, что вы делаете каждый день в своей бизнесе, каждый день в своей работе. Когда я летел в один из городов, я встретился с одним интересным человеком. Это был канадец, который летел в Россию для того, чтобы инсталлировать сельскохозяйственное оборудование. По-моему, в июле там было, когда мы летели в Челябинск первый раз. Это было весной, в апреле месяце мы летели, нет, мы летели в Тюмень, да, мы летели в Тюмень, да. Мы летели в Тюмень и оттуда ехали в Челябинск. И мы познакомились с ним в самолете. И он задал мне простой вопрос. Роман, когда я узнал, о чем он занимается, о чем занимаетесь вы? И тогда я попытался ему сказать, что на мой взгляд, я занимаюсь базовыми вещами. Я стараюсь, чтобы люди в нашей стране, сотрудники, были счастливее. Он так на меня посмотрел, удивительно. Я говорю, а почему? Потому что когда человек заинтересован в своей работе, когда человек вовлечен в свою работу, и как сказала Юля, как мы мужчины, мы смотрим с точки зрения менеджмента, когда создается эмоциональное состояние и происходит резонанс по ценностям ваших сотрудников с вами, тогда качество работы резко увеличивается. Эффективность компаний разрастает. Сегодня мы будем говорить еще о трендах в управлении. И я буду говорить вам о книгах, которые максимально сейчас популярны. Все эти книги о том, как создать в компании атмосферу, в которой людям хочется работать. Так вот, если кратко сказать, чем я занимаюсь в своей жизни. Я занимаюсь тем, что я консультирую компании с точки зрения построения систем управления. И я работаю с лидерами, с руководителями, с собственниками в индивидуальных занятиях. Они происходят онлайн, они происходят лично. Для того, чтобы помочь каждому из вас, любому человеку, который захотел бы со мной пообщаться, найти самое главное в себе. Найти те точки, которые бы помогли ему продолжить и найти в себе интерес к тому, что он делает. То есть интерес к вашей работе. Проснулся, определиться с ценностями, определиться с целями. Потому что очень много и очень сложно порой в тот момент, когда мы постоянно загружены, задуматься о себе. И когда вы сами разобрались с самим собой, вы очень четко сможете разобраться со своими делами. Итак, движемся дальше. На каком основании вообще я тут приехал и вам что-то рассказываю? Это первый вопрос, который мне сразу бы хотелось ответить, для того, чтобы мы с вами примерно встали на одни позиции. Меня зовут Роман Дусиенко, как я уже сказал. Последние 16 лет я занимался банковским бизнесом. Я прошел путь от заместителя управляющего доп. офиса 0814 в городе Комсомольске-на-Амуре до совладельца и председателя правления нескольких банков. Я покупал, объединял банки. Самые крупные, самые большие проекты, которыми я горжусь, это Росбанк. Когда в 2004 году Росбанк приобрел группу банков ОВК, это было 6 региональных банков, примерно 15 тысяч человек, я занимался процессом объединения. Тот Росбанк, в котором в виде сегодня вы существуете, сделали мы, я в том числе был в этой команде. Второй крупный проект, которым я тоже горжусь, это продажа OTP банка Инвесбербанк. Я уверен, что в вашем городе тоже есть банк OTP. Когда-то это был российский банк. И это была самая крупная сделка на российском банковском рынке, примерно 470 миллионов долларов. После этого таких глобальных сделок больше не было. Следующая сделка. После этих успешных сделок мы объединились с командой, об этом писал Forbes, и купили свой собственный банк. Он находился в Краснодаре, назывался Кубаньбанк. Мы его приобрели в 2008 году и в 2011 году продали польским инвесторам с коэффициентом 3. Считаю, что это очень веселая была сделка, очень сложная. После этого в 2011 году я создал проект «Бизнес-завтрак». Если вы погуглите в интернете, то вы найдете огромное количество бизнес-завтраков, которые мы сделали с разными интересными людьми, которые делились закономерностями личного успеха. Мне было очень интересно разобраться, а что такое личный успех, как его достигать, какие секреты есть достижения личного успеха. И в 2015 году я запустил свои обучающие программы, называется «Только вперед», где мы говорим о менеджменте. Вот, собственно говоря, почему я здесь перед вами стою. Итак, мне бы хотелось рассказать… Есть два варианта, кстати, введения сегодняшнего нашего мастер-класса. Можно сказать о некой поверхностной части, а можно сказать несколько о глубине. Почему поверхностной? Да потому что каждый раз, когда вы приходите на какое-то деловое мероприятие или открываете какой-то журнал, или смотрите какую-то программу деловую, вам пытаются рассказать о каких-то новых и новых инструментах. Вам пытаются помочь решить какие-то задачи, не спросив вас о том, а есть ли у вас этот запрос. И в принципе можно вообще ничего не делать, можно оставаться на поверхности. Вот если мы представим разрез океана, вот на поверхности ловитки плавают цветные, красивые, там можно купаться, теплая вода, там очень хорошо. А можно нырнуть вглубь, вглубь самого себя. Так вот у меня есть вам вопрос и предложение. Мы как, на поверхности будем или вглубь пойдем? И туда, и туда. Давайте рассмотрим. Хорошо. Итак, что у нас на поверхности? На поверхности очень просто. Вы руководители, вы собственники. Давайте, кстати, если вам не трудно, это может быть не так много будет моих просьб к вам в зал, могли бы вы поднять, пожалуйста, руки, кто является собственниками своего бизнеса? О, прекрасно, волшебно. Отлично. О, прекрасно. Спасибо вам огромное. Итак, если вы собственник. Зачастую собственники в России являются генеральными директорами. Это так? Практически так. У нас система корпоративного менеджмента практически в России не работает. Когда есть совет директоров, когда собственник приходит, пытается не управлять операционно, а когда он решает задачи на совете директоров, раз, не знаю, может быть в полгода поставил задачи, генеральный директор сам по себе, у него есть правление, есть независимые директора. Эта модель в России не работает, потому что мы не можем отпустить управление от себя. Да? Мы каждый день вовлечены в операционную работу. Так или нет? Буквально две недели назад я был в Ростове и делал стратегическую сессию для одной крупной компании, которая является дистрибьютором масла. Масло технического, такие как Total, Mobil1, там это компании Exxon. Казалось бы, все создано, система корпоративного управления существует, но собственник ежедневно принимает решения. Даже директора, входящие в его группу компаний, по сути являются кем? Менеджерами. Даже если он генеральный директор компании, он все равно фактически каждый день согласовывает свои решения с собственником. С одной стороны это хорошо, с другой стороны собственник жалуется мне на одну простую вещь, что он устал. И эти жалобы, они постоянно, потому что я устал, я постоянно принимаю решения. Я говорю, а в чем проблема? Почему не дать возможность генеральным директорам принимать решения самостоятельно? Это самый главный вопрос, который, мне кажется, мы задаем себе как собственники. Давайте дальше еще. Что смотрим на поверхности? Нам кажется, что приняв человека на работу, или давайте так, приняв генерального директора на работу, если вы считаете собственник, или руководителя, или коммерческого директора, мы думаем, что он будет делать то, что, собственно говоря, мы от него ожидаем. Приняв на работу сотрудников, мы ожидаем то, что они будут выполнять 100% свои обязанности. Мы ожидаем, что наши продажники будут абсолютно эффективно общаться с клиентами. Мы будем уверены в том, что сервис, который мы оказываем, тоже очень классный. Да? А по факту? Я вам приведу вчера простой пример. Мы идем на посадку. Казалось бы, компания Аэрофлот. Ну, самая такая, как бы, продвинутая авиакомпания с точки зрения сервиса. Я просто немного знаю, как у них там устроено все. Идем на посадку, уже в самолет заходим. Ну, понимаете, да, вот когда уже заходишь через ворота. И здесь эконом-класс, а здесь бизнес-класс. Мы не посмотрелись, Юля, потому что уже подходили поздно. Ну, и просто заходим все. И молодой человек, видимо, уставший. Может быть, у него было настроение плохое. Причин много быть, почему мужчина может быть в плохом настроении. Утром. Он говорит, что вы сюда лезете? Мы как-то сначала, знаете, не ожидали такого. Вроде как уже, кажется, в цивилизованной стране живем. Мы говорим, а что, как в самолет? Видите, здесь бизнес-класс. А у Юли серебряная карта. У меня тоже серебряная карта. Говорит, ну, в принципе, мы не видели, но у нас серебряная карта. Ну, ладно тогда, проходите. Я уверен, что, конечно же, у него просто это был случайный такой выброс адреналина. Мы, наверное, наступили на какую-то его больную мозоль. Но подумайте о том, сколько денег компания Рафлот вкладывает в обучение и развитие сервисов. Миллионы. Сколько денег вложено в рекламу компании Рафлот? Миллионы. Не будем говорить, какой валюты. Один человек на своем рабочем месте может свести на нет все усилия компании. Итак, для того, чтобы разобраться, а что происходит с людьми, давайте пойдем в глубину. Потому что, на мой взгляд, это то, что я сегодня постараюсь вам дать. Я сегодня буду еще рассказать, делиться с вами опытом. Еще один очень интересный пример. Я познакомился с одной компанией, она крупнейшая производственная компания в России, которая делает детскую одежду. У них примерно 200 магазинов по России. И второе направление бизнеса – это игрушка. Мы сидим с собственником за обедом, общаемся. И он говорит, слушай, даже не знаю, что делать дальше. Вот казалось бы, хочется, чтобы компания развивалась, а не с кем развивать ее. Вроде казалось бы, люди есть, которые рядом, а люди не горят. Вроде казалось бы, все создано, и компания создана, и системно-финансовая создана, и все, и так далее, и так далее, и так далее. Но ничего не происходит. Я вам сразу перебегу. Ну, там, знаете, только, знаете, помните фильм «Человек с бульвара Капуцинов»? Кто-то смотрел, да? Помните финальная сцена, когда девушка обращается к Андрею Мирону и говорит, слушай, а как это в фильме так происходит? Что вот они поцеловались, а потом у них сразу бэйби. Да, он говорит, знаешь, это монтаж. Он говорит, Джонни, сделай мне монтаж. Так вот, я сразу делаю монтаж. Через какое-то время, после серьезной работы, интервью с каждым из руководителей в этой компании, выясняется невероятное сопротивление изменений. Людям очень комфортно находиться в этой ситуации, в которой никто и ничего их не дергает. Если ты даже готов им дать что-то новое, им это не надо. Самый главный пример, который существует в коучинге, нельзя напоить человека, который не хочет пить. Это я делаю прямо сейчас с вами, потому что я не знаю, хотите вы пить или нет, но вы сюда уже пришли. Это значит ваше некое голосование за то, что мы движемся с вами дальше в рамках нашей работы. Итак, сегодня будет много вопросов. Я бы хотел от вас слышать ответы, не в прямую смысле обязательно об этом говорить, но я бы хотел, чтобы вы задумались об этом и записывали их у себя. Итак, первый вопрос. Есть ли здесь большое количество собственников? А что, собственно, вы хотите от своего бизнеса? Кто-то из вас занимается бизнесом 10 лет, 5, 20 лет. Какая цель? Что дальше? В октябре я выступал перед крупными дистрибьюторами в Сочи, которые с 20 лет занимаются бизнесом. Это достаточно устойчивый бизнес. 60 человек со всей России. Моя была задача встряхнуть их эмоциональное состояние. И мне это удалось сделать следующим образом. Перед тем, как я с ними выступал, я поговорил с двумя-тремя самыми яркими представителями дистрибьюторов по России. И выяснилось три ключевые проблемы. Первая ключевая проблема. Если собственник исчезнет на 1 месяц и не будет выходить на связь, вероятность то, что компания развалится, 80%. Второе. Дети собственников не хотят заниматься этим бизнесом. Третье. Digital. Система управления бизнесом основана на таблице Excel. И когда я задаю вопрос, а что вы, собственно, как собственники хотите от своего бизнеса, и, например, если как вариант это выход из бизнеса, его продажа, а что продавать? Продавать менеджеров, которые могут в любой момент скопировать базу данных Excel и уйти. Продавать систему отношений с клиентом, которая все завязана на вас. Это серьезный вопрос. А для того, чтобы продать, я являюсь специалистом в области продажи бизнеса. Я фактически всю банковскую карьеру занимался покупкой и продажей активов. Для того, чтобы что-то продать, вы прекрасно это знаете. Кто-то продавал машину хоть раз? Да? Что мы делаем перед продажей? Ну, самое простое. Помыть хотя бы. Почистить, не знаю, химчистку. В свое время, может быть, подкрасить какие-то. Представьте, что происходит с вашим бизнесом. Как нужно упаковать ваш бизнес, чтобы его кто-то купил. Как минимум 3 года аудированной отчетности или хотя бы российским аудиторам. Система управления. Лояльный персонал. Реальный директор, который вместо вас принимает решения. IT-система, которая защищена, база данных. Это самый минимум, что нужно сделать, чтобы компанию продать. Те люди, которые не поднимали руки здесь, судя по всему, я делаю вывод, возможно, ошибочно, но мне так кажется. Вы наемные собственники. Вернее, наемные руководители. Правильно? Вы директора. Вопрос вам. А что вы ждете от своей карьеры? Почему вы сейчас находитесь в этом месте? Почему вы сейчас занимаетесь именно этим бизнесом, а не каким другим? Буквально вчера, встречаясь с одним из руководителей уже здесь, в Уфе, я слышу следующее. Я немного устал от своего бизнеса. Немного устал от своей работы. Мне бы очень хотелось сделать что-то другое. Что-то творческое. Я говорю, в чем же дело? Ну как же? У меня кредит, у меня ипотека, у меня там то, у меня там все. Понимаете, насколько мы себя загрузили всеми сложностями и вопросами? Вот я специально с вами сейчас пытаюсь разговаривать о том, чтобы немного заставить вас немного подумать о себе. Первая половина нашей встречи сегодня будет посвящена вам. Я не хочу сейчас вам рассказать о том, какими методами нужно управлять людей. Вообще, менеджмент это ситуативная компания. Вообще, ситуативная наука. Я буквально несколько дней назад написал пост в фейсбуке, потому что присутствовал при одном совещании. Все из вас так или иначе читают книги, бизнес-книги. Но ни в одной бизнес-книге не написано, что делать руководителю, когда он пришел на совещание. Видит людей нелояльных, настроенных к нему. Видит понимание того, что один из руководителей филиала перехватил инициативу в своем филиале. Видит ситуацию в том, что когда финансовые потоки непрозрачны, что делать? В этот момент только лишь его опыт, его сила и воля как собственника генерального директора, последовательность решения шагов, разбиение этой задачи на составляющие может помочь ему спасти свой бизнес. Поэтому в книгах об этом не написано, но их тоже нужно читать. Важные вопросы. Серьезно. Я не знаю, бывает ли у вас еще возможность подумать о себе в процессе своей работы, но сегодня именно этот, эти полтора часа первые, которые мы посвятим, будут посвящены именно вам. Поэтому следующий слайд это вы, уважаемые мои генеральные директора, уважаемые собственники. От вас зависит ваш бизнес. От вашего внутреннего состояния, от вашей мотивации, от ваших целей. Мы с вами определили, что буквально осталось 25 или 24 дня до нового года. Если подводим итоги, можем ли мы себе сказать, что вы план 2017 года, нет, 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 не компании, а свой личный, выполнили. Приблизились к нему. Это значит, чтобы об этом сказать, когда-то там, в декабре 2016 года, вы должны были подумать о том, а что же вы, собственно говоря, хотели бы в 2017 году, как лично. Я не знаю, может быть, купить себе что-то новое, машину, квартиру, дом, что-то еще. А если вы как генеральный директор, какую цель свою профессиональную, где вы с точки своего профессионального роста встали? Так вот первое, что бы я хотел сегодня сделать с вами, накануне 24 или 25 дней, которые остались до нового года, прямо сейчас, задумайтесь на 10 секунд, а что бы вы хотели, потому что смотреть назад уже будет поздно, что бы вы хотели в 2018 году для себя лично? Представьте, что я в этот момент стал каким-то таким смешным Санта-Клаусом, с посохом. Мой сын, ему сейчас 10 лет, он раньше верил в Деда Мороза, он тебе говорит, а теперь у меня есть папа Деда Мороз. То есть он понимает, что у него ясно, откуда подарки приходят. Так вот, попробуйте сформулировать для себя лично, что вы бы хотели добиться в 2018 году. Это сложный вопрос, я уверен, что он заставит задуматься. Большинство скажет, да ладно, что он там ходит, нам рассказывает, мы и так все знаем, мы все это слышали. Чтобы не состоялась ситуация, когда в 2006 декабря 2018 года кто-то спросил бы, слушай, ну как у тебя дела, там твой партнер или кто-то еще, год прошел, было что ответить. Самое главное, дальше что мы движемся, мы понимаем, что основа вашего успеха, это ситуация внутри компании. Существует очень много инструментов понимания того, а что происходит с вашими людьми. Я знаю и уверен, что вы профессиональные менеджеры. И обратная связь, которую вы даете своим сотрудникам, она действительно профессионально выстроена, регулярно. У вас есть индивидуальные планы своих сотрудников, вы понимаете сильные и слабые стороны. Возможно, это не зафиксировано у вас, но вы их чувствуете, вы понимаете, кто работает с вами. Но задумайтесь еще об одной простой вещи. А что на самом деле происходит с вашей компанией? Где она в рынке? Какие сильные стороны? Какие ее слабые стороны? Какие ее угрозы к ней предстоят? Какие возможности открываются перед вашей компанией? Ведь мы сегодня работаем в сложных условиях рынка. Я сейчас подойду к трендам. Есть очень простая матрица. Она называется свод-анализ. Кто-нибудь раньше слышал об этом? Прекрасно, да, отлично. Первая буква S по-российскому. Сильные стороны. Следующие возможности. Следующие угрозы. Следующие ограничения. Возьмите очень просто сегодня. Вот вы сегодня здесь просидите полдня. Когда вы выйдете отсюда, сядьте в машину. Расчертите 4 квадратика и подумайте. Так, хорошо, что я такое? Я для себя. Что у меня, какие там задачи стоят? Что с моей компанией? Какие у нее сейчас возможности? Какие угрозы самые главные? Пусть это тоже будет первой частью вашего плана 2018 год. Люди. Самое большое богатство России – это наши люди. Это мы с вами. Самый большой актив вашей компании – что это? А еще? Что? Это да. А еще что? Что является самым главным активом компании помимо людей? Какие есть идеи? Ну мы же сегодня договорились разговор, диалог. Какие? Что? Браво. Спасибо вам огромное. Клиенты. Клиенты являются самым главным активом после людей. Не собственные средства, не ваши знания, ничего. Клиенты. Потому что если клиентов нет, нет бизнеса. Итак, люди. Буквально на прошлой неделе я встречался, у меня было интервью с Викторией Петровой. Виктория Петрова – это экс-директор по персоналу компании «Базовый элемент». Она напрямую работала с руководителем и его собственником. Русал. Она сейчас занимается повышением эффективности менеджмента в России. И буквально недавно вернулась в Соединенных Штатов для того, чтобы посмотреть, как там смотрят вообще на менеджмент. И самое главное, что она сказала, что самая главная ценность – это, как вы мне сказали, люди. Но как вы думаете, когда с одним из собственников мы проговорили, он мне сказал, слушай, я считаю однозначно, моя самая главная ценность – это люди. Когда я сказал об этом его менеджерам, что они мне сказали в ответ? Почему? Кто сказал, посмеялись? Да, спасибо вам большое. А почему, как вы думаете? Как вас зовут? Меня Сергей. Очень приятно. Я год назад работал в одной компании в Казани, и там тоже был бизнес-тренер, и он рассказывал, что главное – люди, люди, чтобы мы все как брать, как одна команда. И он там брал с них по 100 тысяч рублей в месяц за сопровождение и якобы вел к результату. Ну, когда я туда пришел, результат я увидел такой, что было собрано около 30 человек, все получали зарплату. Результатов никаких не было, и все говорили, вот мы занимаемся построением команды. Вот у нас планы сойдутся, команду соберем, и вот тогда-то мы начнем продавать. И у нас планы там по 100 миллионов в год зарабатывать. Ну, я говорю, это все сказки. Я вижу на сегодняшний день, что в месяц ты теряешь миллион рублей на зарплату вот этим всем бездельникам. Потому что они тебе подпевают, они раздают сердечки всем, в течение недели выставляют каждое сердечко. Вот, кто самый душевный в компании, кто самый такой лучший. А на факте это были двойные стандарты. Сам директор этого не то, что он не был ни душевным, ни честным, ни открытым, и не создавал вот этого духа. Команда вот этого, коллектива, и все видели, что это игра. А я ему предложил просто, я говорю, ты увольься, оставь двух продавцов, дела пойдут, я говорю, снова их соберешь. Он такой, а как я их уволю? И главное, напугался, что ли, уволю? Я же с ней в одном кабинете сидел, уже там. Нет, я говорю, главное напугался в первую очередь, потому что тебе не нужен. Я говорю, у тебя через год все равно никого не будет. Он мне через год звонит, у него остались только эти два продавцов. Весь бизнес отвалился. Это вот такие вот, то, что мы думаем, и то, что думают от нас наши сотрудники, это разные вещи. Сергей, сделайте вывод, вот сделайте, пожалуйста, вывод. Вот вы сказали две ключевые вещи. В первую очередь, мы согласны с тем, что создание атмосферы в коллективе это важно, да? Я сейчас возьму просто второй микрофон. Слышно? Итак, создание атмосферы в коллективе это важно, но это надстройка, правильно, надстройка. А что в глубине, что является вот как раз про глубину? Вы сказали важные вещи, вот если вывод. При каких условиях это будет помогать бизнесу? Ну, когда это все будет искренне, все это будет правдиво, и когда это будет давать результаты. От кого в первую очередь должна идти искренность? От первой лица. От первой лица. Вот, собственно говоря, все. Спасибо большое, давайте поаплодируем Сергею. Давайте я еще одну минуту зашучу. Я когда это все увидел, мне в первую очередь дали 7 сердечек таких. А я смотрю там девочку одну с башкирией, с билибея, она занимается, он ее гнобит прямо. Я говорю, а что это он у тебя так? Она говорит, да вот я постоянно работаю, работаю, а вот взяла вот на днях там и что-то пропустила. И я такой, так, а у них фрис, поход в кино. Я беру себе сердечки, тух-тух-тух-тух-тух. Он такой выходит, понять не может. Она говорит, мне все равно не дадут эти билеты. Я говорю, как они дадут? Пожалуйста. Я выложил свои сердечки. Девушку в кино сводили? Все, отлично. Итак, прежде чем что-то вообще менять в компании, нужно измениться самому. Вот это самый главный вывод, который бы я хотел, чтобы вы ушли сегодня от него. И Сергей сейчас рассказал нам об этом. Так вот, менеджеры мои посмеялись над следующим. Он говорит, слушай, ну как мы можем поверить, что главная ценность это люди, когда в нашей компании в течение дня могут уволить любого? Как мы можем поверить в то, что в нашей компании главная ценность это люди, когда мы не видим и не слышим первое лицо? Как мы можем поверить в то, что главная ценность это люди, когда мы даже не понимаем, что вложено в этот смысл? Поэтому если вы сейчас, сразу же мы же эксплицируем на себя, пытаемся провести, а что вы сейчас в вашей компании проповедуете? Насколько ваше поведение соответствует тому, что вы говорите? Ведь абсолютно верно, и Сергей сказал, что сегодня люди не верят в то, что вы говорите. Они верят в то, что вы реально делаете, то, что какой вы на самом деле человек, какая вы человек. И как раз про корпоративную культуру. Вот еще очень важный момент. Очень много книг написано про корпоративную культуру, и вот мы, как я уже говорил с Викторией Петровой, обсуждали, что корпоративная культура это важнейший элемент мотивации сотрудников. Только вопрос другой. Корпоративная культура, которая сейчас есть в компании, с двойными стандартами, или корпоративная культура, которая искренне, да, пусть у вас не будет никаких новых фишек менеджмента, пусть у вас будут примитивные должностные инструкции, пусть у вас будет все четко, но должна быть элементарная честность. Если вы сказали, да, значит, это должно быть так. Если вы действительно ведете себя в соответствии с тем, как вы говорите, и тем, как вы себя действительно ведете, люди будут вам верить. Да, не сразу, через какое-то время, но это будет самое главное. В противном случае, как опять же, возвращаясь к нашему, мы окажемся с пустым залом, где у нас будут пустые кресла. Итак, у нас было всего 140 минут. Что я планировал сделать за это время? Так как у нас две стороны, я и вы, у нас две цели. Моя цель – постараться возбудить в вас некий интерес. У меня нет желания удивить вас какой-то новомодной теорией менеджмента. Я, конечно, вам буду о них рассказывать. Моя задача, чтобы вы заглянули внутрь себя, задумались об этом. Ваша же цель – послушать, сказать, да, это имеет смысл. Или нет, все, это абсолютно не для меня. Я буду искать что-то другое. Но моя просьба к вам следующая. Если вы действительно уйдете отсюда с состоянием, что вам все это не понравилось, это тоже результат. Это значит, что вы услышали, вошло в диссонанс с тем, о чем вы думаете, как вы живете. Это значит, вам нужно продолжать копать. Не останавливайтесь на этом месте. Еще 24 дня есть в этом году, чтобы что-то достичь. За это время, как вы знаете, что, я уверен, что у большинства есть семья, да, там, ну или там, или наши подчиненные там. За две минуты можно сказать людям, которые рядом с нами, такие слова, чтобы ранить их сердце очень глубоко. И демотивировать человека. С другой стороны, за несколько минут можно так мотивировать человека, поднять его до таких высот, чтобы человек стал достигать нереальных результатов, чтобы он вышел отсюда окрыленный. Вот именно этим мы сегодня будем всеми вами заниматься. Просто чтобы понимать, мои индивидуальные программы, когда я занимаюсь напрямую в личном персональном коучинге с человеком, с руководителем или собственником, это примерно где-то три месяца. Самое минимальное для того, чтобы хотя бы нащупать цели, которым человек идет. Самая длинная корпоративная программа, три года, минимальный год, потому что меньше, чем за год, система менеджмента не выстраивается. Можно делать краткосрочные элементы, краткосрочные тренинги, сегодня тренинг по продажам, завтра тренинг по делегированию, еще что-то. И знаете, как получается, зубья у пилы. Но что происходит, когда эмоция взлетает наверх и не поддерживается? Падает. Поэтому должна быть система. Если вы хотите сами менять свою компанию, прекрасно. Есть огромное количество информации об этом. Вы можете стать номер один в любом своем бизнесе. Но я вам дам очень хороший пример. Я сегодня не включил его в презентацию. Знаете, у каждого из нас в жизни есть люди, которые нас поддерживают. Да? Вот если вы сейчас вспомните тех людей, которые в жизни являются вашим самым близким кругом. Не с точки зрения вашей друзья, а с точки зрения профессиональной жизни. То есть те люди, которые могли бы вам подсказать что-то, являются вашими коллегами. Вспомните три фамилии таких людей. Запишите их. И пусть это станет вашим личным персональным советом директоров. Позвоните каждому из них и скажите, слушай, я сегодня был на лекции одного человека. Он мне сказал вспомнить трех людей, которые меня в жизни больше всего поддерживали. Я считаю, что ты один из них. И мне очень огромное спасибо, что ты есть у меня. И я хочу с тобой встречаться. И вот в этом формате начинайте общаться, двигайтесь вперед. Итак, как мы уже сказали, цели наши следующие. Ваша цель подумать о том, что происходит дальше. И еще очень важный момент. Бизнес. И вы, собственники, доказывайте это своей жизнью, своим бизнесом долгим. Это марафон. Если вы хотите узнать секреты успешного ведения бизнеса, зайдите опять же в интернет. Возьмите, а как пробежать марафон. Там будет много-много советов, но если их примерно так сгруппировать в одну, там самые главные важные вещи, это план, это ежедневные действия и поддержка со стороны близких. Три главные вещи, которые помогут вам всегда быть успешным. Давайте двигаться дальше. Почему я сделал этот слайд? Я помню еще когда-то, в то время, в начале своей молодости или карьеры, мы часто делали, как раз первые квартиры появились, тебе хотелось сделать какие-то самому ремонты, ты нанимал мастеров, ты приходил с ними, ругался, хорошо они делают или плохо. Я помню это состояние, когда квартира, ее обдирают, и она такая вот уже готовится, знаете, чистовая отделка. Почему это важно? Скорее всего, я обращаюсь к тем людям, которые когда-то что-то делали руками, потому что когда выступаешь перед молодежью, они не понимают этого. Вот когда вы накидываете штукатурку на стену, если ее накидывать постоянно и много, что с ней в результате потом произойдет? Она отвалится, конечно. Именно об этом я сегодня пытаюсь весь день с вами говорить, что сначала давайте разберемся с самим собой, а потом будем слушать тренинги по продажам, потом будем делать себе татуировки менеджеров, потом будем делать ораторское искусство и все остальное. Давайте поймем зачем. В противном случае это будет как много-много штукатурки, набросанная на одну стену, которая в результате может отвалиться. Ценности меняют поведение. Это простой слайд, вы даже видите, он без картинки. Он по сути, по большому счету, сегодня является лейтмотивом всей моей презентации. Почему это так важно? Потому что если я буду говорить с вами о чем угодно, но не о ценностях, не о том, что является вашим самым главным внутренним компасом, мы сегодня как раз разберемся, что это такое, у нас ничего не получится. Вот я хотел бы просто, чтобы вы пока просто для себя запомнили, что ценности меняют поведение. Именно на этом и будет строиться сегодня дальше все мое выступление. Как вы думаете, кто в компании главный по трендам вообще, с точки зрения того, что происходит на рынке? Руководитель, конечно. Почему? Заинтересован в этом, задает тон. Какие сегодня в России самые главные тренды? Ну, кто скажет? Какие есть идеи? Хорошо. Это неплохо. Еще, еще. Какие в России самые главные тренды сегодня? В экономике, в бизнесе? Что? Увеличение продаж. Все хотят увеличить продажи. Да, хорошо. Уровень сервиса. Ладно, еще. Хай-тек. Хай-тек. А? Интернет. Интернет. Так, еще. Бау-бау. Ну, хорошо. Еще какие тренды? Сокращение расходов. Сокращение расходов. Прекрасно. Всеобщее? Отлично. Еще. Расходитель. Еще. Самый главный тренд какой? Расходительный. Супер. Еще какие варианты? Какой самый главный тренд на российском рынке? Волон на вас. Нет? Еще. Это все, да. Это все правильно. Но еще какие? Вот что на самом деле? Вот мы живем сейчас где? В каком состоянии? Если взять человеческую часть тела? Вы сказали абсолютно правильно. Но называется это падение рынка. Так вот, самый главный, самый печальный тренд в России сегодня это падение рынка по всем направлениям. Я сегодня, как раз вчера мы летели с представителем Hyundai Motors. Он говорит, слушай, мы еле-еле выходим сейчас на уровень, там не знаю, может быть чуть-чуть плюс 10%. Вы работаете вообще в уникальных условиях. Вы выживаете в момент падения рынка. Но! Есть стагнации. Но есть очень важный момент. Что такое среднестатистическое значение? Максимум и минимум. Это значит, что если в целом рынок упал на 50%, у кого-то это может быть 90%, а у кого-то всего 10%. Что происходит конкретно в вашем бизнесе? Это вопрос к вам лично, как к собственникам. А как, насколько ваш рынок упал? Что вы прогнозируете в следующем году? И что вы предприняли в этом году для того, чтобы ваш рынок продолжал оставаться следующим? Еще один важный тренд, вы говорили здесь мне, и все абсолютно правильно, я вам сегодня покажу об этом. Это инновации, это эффективность. Я специально сфотографировал, привел фотографию бурлаков. Волга у вас здесь тоже недалеко. Я недавно выступал в Астрахани. Говорю, слушайте, ходил по Волге и не видел бурлаков. Куда они делись? Нету. По одной простой причине, что сегодня это неэффективно. А в конце 19 века порядка миллиона человек в России занимались бурлачеством. Это примерно 3-5% населения. Но изобретение парового двигателя, 20 век, революция, имеется в виду техническое, а не та, которая 100 лет. Все изменило, нет сегодня. С другой стороны, Формула 1. Сколько, вот мужчины уверен, 100% знают, сколько секунд занимает смена колес на пидстопе? Две с половиной секунды. Вот смотрите, сейчас я попробую, если будет у нас видео запускаться. Сейчас я попробую. Так, включится, не включится? Да. Обратите внимание. 20 человек. 12 человек стоит, занимается колесами. Вот подошла машина. Раз, два. Я сначала пересматривал на замедленном. Знаете, в YouTube есть возможность поднять скорость. Я, кстати, когда слушаю лекции какие-то, я ставлю двойную скорость. Хорошая фишка. В два раза быстрее информация. Мозг абсолютно спокойно воспринимает. А когда хочется разобраться в чем-то, ставлю в два раза медленнее. Ваш бизнес работает так же. Операции. Вот просто возьмите самый... Вот вы же все являетесь собственниками или руководителями. Когда из вас кто-то был последний раз клиентом в своей компании? Станьте сегодня клиентом в своей компании. Ощутите на своей шкуре, что это такое быть клиентом в своей собственной компании. Почувствуйте, как это, общаться с вашими продажниками, с вашими бухгалтерами. Вот мы сегодня будем говорить о тренде, который сервис. Поговорим об этом. Мы с сыном ездим по дороге на юг. Он занимается футболом. И уже два года подряд мы ездим в Брау-Дюрсо. Это очень приятное место для родителей, в первую очередь, конечно. Но он занимается футболом, а папа проводит время кто как может. Ну, можно. 450 автозаправочных комплексов по дороге от Москвы до Краснодара. Из них примерно 40-50 выглядят как вот эти. Как вы думаете, когда случайно, я понимаю, что мне нужен бензин или что-то в этом роде, подъезжаем к этим автозаправочным станциям, что говорит мой сын? Папа, поехали дальше. Спасибо вам огромное. Это новый тренд. Вы заметили, как быстро меняются автозаправочные комплексы. Они стали современные. Фактически мы не найдем серьезных комплексов, в которых нет туалета, хорошего магазина. Там везде принимают платежные карты разных систем. Есть даже банкоматы. Последний тренд – детские площадки. Вы думаете, они любят детей так сильно? Нет. Честно. Да, наверное, любят. Но в первую очередь, что ими движет? Они любят бабки. Они любят деньги. По одной простой причине, что да, им пришлось инвестировать. Да, они готовы были вложить деньги для того, чтобы клиенты не проезжали мимо. Вы в какой заправочной станции относите свою компанию? Подумайте сегодня об этом. Следующее. Кто-то здесь очень важно сказал о том, что диджитал эра наступила. Вот теперь могу ли я вас попросить на секунду достать свои телефоны, активировать экран и показать их мне? Буквально на одну секунду. Это, во-первых, разминка. Мы уже сидим сколько? Порядка уже часа сидим, разговариваем. Так, давайте начнем с этого кусочка. Где наши телефоны? Отлично. Красота. Вот как на рок-концерте. Давайте у вас. Вот, красиво. Здесь темно. Вообще очень красиво. Отлично, отлично. Здесь. Так. Прекрасно. Супер. Давайте здесь посмотрим, что происходит. Вот. Все. Класс. Спасибо большое. Что мы сейчас сделали? Мы проголосовали за цифровые технологии. Мы давно в диджитал. Совсем недавно я встречался, опять же у меня было интервью с директором Вики Март и МТС, который занимается цифровыми технологиями. Он мне сказал, с 2015 года мы живем в диджитал состоянии. Вы помните свои телефоны Nokia? Помните кто-то еще когда-то носил их, когда только начинал сотовая связь в начале 90-х? О, тяжелый был, да? Невероятно. Попробуйте смс-очку там отправить, да? Или там денежки переслать там детям, да? Или фотографию там из ресторана друзьям послать. Не получалось. Мы сегодня живем в совсем другом мире. Но что происходит в компаниях? Мы приходим на работу, подсаживаемся к своему столу. Ну, может быть не вы, может быть ваши сотрудники. Они включают пуск. Компьютер долго-долго урчит. В какое-то время, может быть, еще на экране появляется заставка из цветных окошек. А потом открывается всеми любимая, самая популярная российская программа, которая называется Excel. Я уверен, что, к сожалению, ну или к счастью, в Уфе все по-другому. Что Excel не хранится вся инважная информация. Что у вас ERP-системы, что у вас большинство состоит CRM-системы. Что 1С у вас интегрирована с зарплатой. 1С у вас дает вам ежедневные отчеты. Вы можете получать информацию на мобильный телефон. С простыми показателями вашей деятельности, вашей компании. Это так? А должно быть так. Следующее. Это управление. Как раз я сегодня хотел вам рассказать о книгах. В Российской Федерации, начиная с 99-го года, начался выпуск бизнес-литературы. В 2006 году было издано 6000 наименований бизнес-книг. За этот период было издано примерно около, я не знаю, ближе к цифрам 100 тысячам бизнес-книг. Какую из бизнес-книг вы можете найти, придя сегодня у ваших руководителей. Какую книгу вы прочли для того, чтобы немного освежить свои знания. Задумайтесь об этом, это очень важный момент. И несмотря на то, что у нас фундаментально ничего не поменялось, мы по-прежнему хотим, чтобы к нам относились порядочно. Мы по-прежнему хотим, чтобы у нас были правильные люди. Кризис на это влияет. Но давайте оставаться, самое главное, в этом состоянии, в том, что мы постараемся сохранить фундаментальные принципы. Честность, порядочность, доброта. Единая модель поведения между тем, что мы говорим и то, что мы делаем. Давайте пойдем чуть-чуть побыстрее. Я буквально, еще буквально несколько секунд хотел сказать на этот слайд. Люди, мы сегодня столкнулись с тем, что поколение молодеет. Если вы не поленетесь и поищите в интернете, есть очень интересное исследование Сбербанка о молодом поколении. Это примерно 20 страниц. Они вам откроют глаза на тех людей, которые сегодня живут рядом с нами. Молодежь, она родилась с кнопкой на пальце. Они абсолютно в диджитал. Для них важными элементами является социализация. Им важно, чтобы было интересно работать. Они пытаются найти свою цель. На них невозможно просто наорать. Он просто встанет и уйдет, и вы завтра его не увидите. У них нет желания купить квартиру. Они хотят жить там, где им удобно. Им не нужна машина, потому что они могут пользоваться такси. Все меняется. Кто из вас часто ездит в Европу? Я уверен, что большинство, да? Что мы делаем, когда мы прилетели в любой европейский город и выходим из аэропорта и куда-то хотим доехать? Садимся в такси, который ближайшая стоит. Вот линия такси, да? Ну помните же это? Совсем недавно, улетая из Шереметьево, я увидел впервые, после 20 лет перестройки, что наконец-то появилась линия такси под названием Яндекс. Ты выходишь, тебе даже не надо пользоваться мобильным приложением. Ты просто тупо садишься в нее и все. Это и есть Шереметьево. Я уверен, что этот бизнес, который они забили, пока машины летать не станут или у нас все-таки не изменится, будет вечным бизнесом. То есть ты просто вышел и сел. У вас, в вашем бизнесе, насколько просто принято решение, что ты вышел и сел. Насколько ваши процессы настолько же оптимизированы. Насколько диджитал внутри ваших процессов. Сегодня много-много вопросов. Давайте пойдем чуть-чуть побыстрее, потому что вот еще очень важный слайд. Сегодня конкуренты ломают рынок мгновенно. Особенно этот слайд относится к тем собственникам, которые поднимали руки. Так как вы в бизнесе уже не первый год, у кого-то были большие телефоны в свое время. Я уверен, что экономическое состояние росло, к счастью, наверное. Бывали падения, но в целом как бы все вопросы решены. Финансы, правильно? Приходят молодые ребята, которые хотят что-то сделать. И есть вы. Стоит ли перед вами задача купить себе новую квартиру? Это я про собственников сейчас говорю. Простую хотя бы какую-нибудь. Наверное нет. Может быть надо поменять там одну машину на другую? Это да, но у тех ребят, которые стоят за вашей спиной, у них нет ни машины, ни квартиры, они голодные. Они будут делать и ломать рынок, который устоялся. Они готовы изменяться. Они применяют современные технологии. Они работают в agile командах. Они пользуются скрам-технологиями. Это я специально сейчас делаю набор таких популярных терминов, которых мы просто зачастую пропускаем. Готовы ли мы им что-то противопоставить внутри своего бизнеса? Как мы свой рынок защищаем от конкуренции? Подумайте об этом. Это очень важный слайд. Давайте пойдем дальше. Сервис это ясная вещь. Мы тут уже сегодня о нее коснулись и про аэрофлот поговорили. Я бы хотел вот о чем поговорить сегодня. Если бы давайте вот проведем маленький экспресс-аналиж. Задумайтесь на секунду с точки зрения своего менеджмента и подумайте, какой самый главный вопрос вас сейчас беспокоит. Какая проблема в вашей компании, в области клиентов, рынка, продаж у вас есть. Давайте просто набросаем несколько идей. Прямо в свободном формате я попытаюсь услышать. Давайте. Сколько человек работает в вашей компании? 34 человек. Какой их средний возраст? Сколько клиентов за последний год у вас было? 2,5 тысячи. Что мы можем порекомендовать? Смотрите, 2,5 тысячи плюс 34. 34, которые ежедневно видят ваш бизнес. А 2,5 тысячи, которые могли, ушли, получили. В целом они довольны были? Да. Спасибо большое. Смотрите, самый простой вариант, чтобы не было бюджета. Что нужно сделать? Уволить четырех сотрудников. Нет. Четырех не нужно. Нужно просто дать возможность, открыть возможность людям, открыто говорить о своей компании. Попросить просто тех клиентов, которые были, давайте обратно связь. Но сейчас мы не решаем задачи. Давайте накидаем проблемы. Какие у нас есть проблемы? Нет маркетинга, да? Первое. Операционная система. Да. HR 2. Еще. Сервис 3. Да, тоже можно считать операционный. Еще какие проблемы? Проблемы. Что? Деньги. Финансирование. Четыре. Что-что? В целом падение рынка, да? Стратегическая задача. Еще какие задачи, проблемы? А? Дорогие кредиты. Ну не такие уж дорогие сейчас. Помните, какие были раньше ставки? Просто бизнес, рентабельность бизнеса падает. Вот в чем проблема. Вот для этого и ориентабельность. Да. Буквально мы обсуждали с дистрибьюторами масла. У них была ориентабельность 20% там 20 лет назад, сейчас 6%. При ставке кредита даже 12% это считается неподъемно. Да. Окей. Смотрите, чтобы вас не мучить, и мы пошли дальше, я выделил пять основных проблем, которые я слышу постоянно от своих клиентов, от тех людей, перед которыми мы выступаем. Пять основных проблем. Первая. Стратегическая. Мы не знаем, куда идет наша компания, люди не понимают, куда идет компания. Вторая. Системная. Система внутри компании. Операционная модель неэффективная. IT не работает. Люди неэффективны. И так далее, и так далее, и так далее. HR. Персонал не тот, вовремя не набираем, зарплаты не можем платить высокие, потому что рынок такой, не развиваем, люди не мотивированы. Процессная ошибка. Мы не идентифицируем свои процессы. Мы не знаем, сколько они стоят. Мы не знаем, где эффективность и так далее, и так далее. И последнее. Личностного роста. Это в первую очередь к вам, к руководителям. Так вот проблема. В результате этих пяти ошибок возникают две главные проблемы российского бизнеса. Они в разных форматах, но они в принципе очень простые. Первое. Неэффективный менеджмент. В целом. По стране неэффективный менеджмент. И второе. Нежелание сотрудников быть ответственными. Или брать ответственность на себя. Как решить эти задачи? Давайте попробуем. Какой вообще самый главный вопрос, если к собственникам? Вот самый главный вопрос относительно вашего бизнеса. Он должен как звучать? Как звучит для вас, как для собственников? Самый главный вопрос относительно вашего бизнеса. Куда мы идем хорошо? Как повысить эффективность и прибыльность бизнеса? Я бы сказал, а как повысить рентабельность вашего капитала? Ведь когда-то вы вложили туда деньги. И ваша цель хотя бы зарабатывать больше, чем сегодня приносит банковские проценты. Они правда резко сумасшедше падают. Но когда-то это были 15-20% годовых. Сегодня ваш бизнес приносит вам столько? Ответьте себе на вопрос. Это очень важный вопрос. Итак, наша первая часть, которая должна была уже закончиться. Мы к ней только подходим. Видите, какая у нас интересная дискуссия. Это не значит, что мы что-то пропустили. Это значит, что мы просто зашли к этой теме чуть по-другому. Пятая ошибка, которая идентифицируется, это личностный рост руководителя. Речь о каждом из вас. Именно то, что мы делали сегодня с вами в течение всего часа. Так вот, опять этот слайд. Опять вы. Почему так важно сначала разобраться с самим собой? Для того, чтобы дальше возвращаться в компанию и уже непосредственно руководить людьми. Вы либо генеральный директор, либо собственник и генеральный директор. Это значит, у вас сосредоточена вся полнота вашей власти. Это значит, от того, насколько вы эффективно управляете компанией, зависит в целом эффективность компании и каждого отдельно взятого человека. Но что бы мне хотелось сказать, какие базовые понятия для того, чтобы человек начал развиваться. Чтобы сегодня, после того, как мы с вами закончим, вы вышли и у вас возникла идея какая-то. Что-то сделать, как-то изменить свою собственную жизнь. Базовые понятия. Мы все с вами абсолютно разные. Это я говорю не для того, чтобы какую-то простую вам сказать, банальную вещь. Подумайте, пожалуйста, о яблоке. Какое у вас? Извините, красное, желтое, какое яблоко, сладкое. Большое, сладкое, вкусное, красное. Было бы время, я бы знал, что у нас, сколько человек, человек 250-250 разных яблок. И представьте, что в эту ситуацию, когда вы даете, как генеральный директор распоряжения, сделай это. И на этот момент вы просто поворачиваете и уходите. У человека в голове может возникнуть все, что угодно. Мы с вами думаем, что мы видим. Наш угол зрения всего составляет, там, не знаю, 5% от видимого спектра. Мы думаем, что мы с вами слышим. Мы слышим от 20 Гц до 20 кГц. Мы не слышим с вами ни ультразвук, ничего. Мы просто думаем, нам так удобно, что все нас понимают. Зачастую мы со своим близким не можем договориться. Не говоря уже о наших сотрудниках. Дальше. Вы и ваша цель. Честность с самим собой. Понимание того, куда мы идем. Следующее. Важнейший слайд, который, помните, я вам говорил, что ценности определяют наше поведение. Сейчас я вспомню, где здесь лазер включается. Не то. Сейчас. Ага. Не работает. Ну, важно. Смотрите. Мы с вами люди. Вот психологи доказали, что вот это все невидимая часть нашего поведения. Абсолютно. Мы видим только лишь то, что мы видим. Дети, когда маленькие были, когда мы пытаемся им что-то сказать, они нас не слышат, мы даже им управляющие воздействия применяем. Они на нас посмотрели и продолжают делать то же самое. Это самый простой пример. Когда мы влияем на поведение человека, ничего не меняется. Я вам покажу раз тот интересный смешной случай, который произошел со мной. В Самаре есть очень крупное производственное предприятие с иностранными владельцами. Они пригласили меня провести у них такое, знаете, мотивационное выступление для того, чтобы топ-менеджеры на эти сессии вздохнули по-другому. Я думаю, ладно, приколюсь над ними. Как еще лучше добиться, чтобы человек понял, не как через себя. Я на слайде написал простую, но она на самом деле абсолютно тупая, не имеющая никакого значения фраза. I'm a super trooper pooper manager. Тут сидит директор из Франции, тут сидят все топ-менеджеры. Так, друзья, вставайте все, давайте. Вам не надо вставать, я просто рассказываю, как было. Они все встали. Я говорю, так, теперь давайте вместе хором, со всей силой и любви к своей компании произнесем эту фразу. Ну, им делать нечего, сидит директор. Они начинают произнести так вяло-мело. Я говорю, подожди, ну как-то не так, чуть не чувствуются силы вашего предприятия. Ведь ваши предприятия электросилы там как-то, по-моему, так назывались. Ну, в результате, после того, так, пять раз я их заставил это сказать, они сказали, с глазами сидят, смотрю, они смотрят на меня, ненавидят просто. А в глазах еще считается, что за человек этот перед нами стоит, тут нас заставляет. Я говорю, слушайте, именно это вы чувствуете сейчас? Они говорят, да. Я говорю, хорошо, именно это я и хотел. Вот то же самое пытаемся мы сказать своим сотрудникам, как мы говорим, работай лучше. Относись к клиентам хорошо. Там, в следующий раз, если будешь плохо обслуживать клиентов, я с тобой буду по-другому разговаривать. Не работает. Так вот, поведение, оно определяется образом мышления. А образ мышления строится на убеждении. Но самое главное, во главе всего, вернее, в фундаменте всего, лежат наши ценности. Давайте я вам задам простой вопрос. Я уверен, что у вас есть на него ответ. А что такое человеческие ценности? Кто есть, кто может мне сказать? Представьте, что нам нужно сейчас с вами разработать формулировку для Википедии. И определиться, что же такое ценности. Кто может сказать? Пожалуйста, любые. Цель человека. Цель человека. Прекрасно. Еще. Базовые постулаты. Базовые постулаты. Великолепно. Сергей. Борь. Семья. Нет, нет. Это какие ценности? А вот что такое ценности? Принципы. Принципы. Прекрасно. Приоритеты. Это тоже что такое? А вот какие? А вот приоритеты. Еще. Коллеги, с этой стороны. Да. Да. То, чему мы придаем больше всего значимости и уделяем значение. Мне кажется, что человек то, к чему ты стремишься. То, к чему ты стремишься. Да. К самому. Что-что? Приверженность. Самое простое определение дал, по-моему, Маяковский в стихотворении «Крошка сын пришел к отцу». Помните, да и продолжил стихотворение. И спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. 30 секунд вам на то, чтобы вы в своих листочках, в телефонах записали, а какие ценности есть в вашей жизни. Какими ценностями вы управляете свои поступки. На какие ценности вы опираетесь каждый день, для того, чтобы принимать решения, связанные со своим бизнесом, со своими людьми. Вот задумайтесь. Я уверен, что вряд ли вы это делали когда-то раньше, но сегодня есть простой способ идентифицировать, а что является моими ценностями. Что сидит внутри меня, что является самым главным элементом моей личности. Что определяет мое поведение. Предлагаю вам сделать то же самое упражнение со своими детьми. Спросите их об этом. Знаете, вообще современные психологи провели очень интересные исследования. И они говорят, что дети абсолютно серьезно мыслят над теми категориями, над которых мы мыслим совсем по-другому. Так, сейчас микрофон сел. У меня есть дочь, я как говорил, уже вы ее видели, ей 6 лет. И как-то я решил ее спросить, после того, как мы вернулись из отпуска, нам очень нравится место, куда мы ездим отдыхать. Я говорю, слушай, как ты думаешь, София, какое самое мое любимое место на земле? Как вы думаете, что она мне сказала? Еще есть варианты? Дом. Конечно, он говорит, папа, здесь. Я говорю, слушай, ну а почему? Он говорит, папа, как понять, почему? Потому что мы здесь. Видите, очень простые вещи. Явно ценности прослеживаются. Сейчас вы поймете, куда мы идем. Следующий важнейший постулат системы, это вы и ваша цель. Мы сегодня уже приблизились к вашей цели на 2018 год. Но есть еще все-таки понятия ваших личных целей, связанных с тем, как их достигать. Мы сейчас с вами придем. Первый шаг. Построение своей личной цели. Это оценка ситуации сейчас. Второй. Представление ситуации будущего. И третий. Постоянные изменения для того, чтобы как от ситуации здесь и сейчас прийти в состояние потом. Удивительные вещи, но в отношении компании, я уверен, что вы делаете это каждый день. Каждый день вы ставите цели, каждый день вы заставляете планы, каждый день вы контролируете результаты. Но почему мы не делаем это для себя лично? Так вот. Чтобы исправить эту ошибку, нам нужно понять над своей персональной стратегией. Вот мы сейчас уже вплотную подошли к инструментам. Кто из вас сюда приехал на автомобиле? Вы. Можно вас сюда ко мне? Скажите, пожалуйста, вот опишите нам пошаговые ваши движения, как вы сюда добрались. Вот что вы сделали сначала, потом, в конце? Еще из дома завел автомобиль. Раз. Хорошо. Потом сел в теплый и поехал. Ну, вы же знали, куда ехать, да? Да, я знал. То есть вы сначала проложили маршрут, да? Ну, можно сказать, да, в голове. Ну, да, но иначе как бы, куда бы вы приехали, если вы не проложили маршрут? Да, я знаю. Ну, в другое место тогда же там. И еще дальше. Ну, остальное все дело на автомобиле. Если что касается того, что так переключать скоростя, то он потом. А попытайтесь идентифицировать. Да, это понятно. Это мы делаем на уровне бессознательного знания. Вот здесь еще раз. Мы проснулись там, да? Включили автомобиль. Это значит, мы подготовили наш ресурс. Да? Автомобиль уже наш ресурс, который доставляет нас, да? Я зачастую подхожу, пинаю по колесам, там, если он не заводится, протяга, стекло. Проверяю, бензин есть или нет. Тоже же ресурс? Ну, эти задачи я решил еще вчера. О, прекрасно. Заранее произошла подготовка, правильно? Кроме бензина. Бензин забил я сегодня. А, сегодня все-таки добавили, да? Потом мы продолжили маршрут. Потом вы сели точно по этому маршруту. А в процессе, когда бывает... У вас же тоже... Ну, кстати, мы вчера попали в пробку, хотели посмотреть город. Поэтому посмотреть на панике, в Салаватую Лаве, потом решили поехать в центр, ехали 45 минут, еле доехали. В театр, что не помогает. Кстати, у вас фантастический тян. Мы вчера смотрели «Преступление и наказание. Русский драматический тян». Невероятное качество игры актеров. Докарации. Итак, если есть пробка, вы европы объезжаете? То есть вы принимаете решение по ходу, да? Да, если объявить пробку, объезжать. В принципе, это сегодня и было. Вот. Авария объезжает. Все, и потом просто приезжайте на место и радуйтесь тому, что вы цель достигнете. Да, совершенно. Теперь вот смотрите. Проведите нам тренинг, как нам всем построить личную персональную стратегию. На примере того, как вы сегодня сюда приехали. До начала нужно выяснить, какие есть проблемы у аудитории. Если они не могут, например, приехать, там дальше уже могут рекомендовать. Хорошо, вот представьте, что вы сейчас тренер, очень популярный в России. Вы приехали сюда в Уфу, рассказать о том, как построить личную персональную стратегию. Вот пошагово, как вы приехали сюда на автомобиле, то также построите нам шаги, которые каждый из нас должен сделать для того, чтобы в результате появилась личная стратегия. Ну, во-первых, что касается конкретно сюда поездки, я заранее поинтересовался по тренингу, но я еще не знал о том, что, допустим, непосредственно декабриру будет приглашение от генерального директора. То есть мы изучаем ситуацию, просто понимаем, что происходит с рынком в целом, да? И для себя. Да, но как только я начал изучать эту ситуацию, то, соответственно, где-то спустя неделю как раз нет еще приглашения от генерального директора. Прекрасно, появилось возможно. Мы смотрим на то, какие между нами открываются возможности. Дальше. В дальнейшем у меня было принятие решения. То есть решение было довольно-таки быстро в течение одного дня, то есть это уже месяц, потому что не помню, да, но довольно быстро. И уже конкретно это тренинг планировал на берегу тренинга. То есть я все остальные дела не назначал на 6 декабря. Ну, а что касается поездки сюда, то есть у меня уже есть цель, и у меня как-то уже было без разницы. Даже если бы автомобиль не забил себе, что-нибудь другого. Вызвали такси. Давайте поаплодируем. Большое спасибо вам. Поэтому наша самая главная задача определиться с тем, что есть ли у нас стратегия персональная. Так вот, следующая моя часть лекции должна была быть предназначена к тому, чтобы показать и научить вас, а как взять, выделить эту свою личную и собственную цель, достичь ее и двигаться в отношении к ней достижения. Давайте я просто вам дам самые главные вопросы, для того, чтобы перейти уже непосредственно к менеджменту. Нам нужно с вами определять точку прибытия. Каждый из вас, когда я сегодня просил вас написать на 2018 год свои задачи и цели, представил эту картинку, да? Ведь мы же хотим куда-то прийти. Это самое главное. Второе. Вы как компания, вы постоянно, ресурсы ваши ограничены. Мы не можем одновременно сейчас здесь быть в этом тренинге, встречаться со своими друзьями, одновременно заобедать, завтракать. Мы не можем. Мы только можем находиться в одном месте, в одной точке пространства. Наши ресурсы ограничены. Я не буду говорить, что есть некая финишная прямая вообще. Но очень серьезно думать об этом и держать в голове, это тоже очень важно, чтобы всегда было все в порядке. Следующее. Как же исправить эту задачу? Нам нужно всегда с вами помнить об этом цикле, цикл деминга. Сегодня, завтра, постоянные изменения для того, чтобы двигаться вперед. Что нам нужно для этого сделать? Первый вопрос, кто я? Вам надо идентифицировать, а кто вы в настоящем мире? Кто я как личность? Кто я как руководитель? Кто я как собственник? Следующая задача. Мы с вами определили, что такое ценности. А действительно ли я живу в соответствии с тем списком, который вы написали? Не является ли это заблуждением о том, что я говорю, для меня ценность, любовь важна, или ценность семья важна? Или проверьте сегодня со своим поведением все то, что вы написали. Так ли вы принимаете решение на основании тех ценностей, которые вы написали? Я вижу, Юль, да, я помню. Следующее. Какова моя цель? Куда я иду в жизни? Если про бизнес, какова цель моего бизнеса? Если про карьеру, какова цель моей карьеры? К чему я стремлюсь, от чего бегу? Что я хочу достичь в эмоциональном состоянии? Почему эмоции так важны? Я потом, я вижу, мы сегодня договорились с Юлей, я ей дам парочку слов, чтобы она сказала здесь. Какие сильные стороны во мне есть? На что я могу опереться в своей личности? А какие слабые стороны мне нужно прокачать? Развить, 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 развить. Здесь самый простой смысл, вот если посмотреть на эту картинку, здесь идет аналогия с мышцами. В спортивном зале есть понятие качок, накачивают мышцы, чтобы они стали больше. Если вам неприятно это слово, можете использовать развитие, изменения. Следующее, а что я хочу делать? Действительно ли та работа, которой я занимаюсь, я получаю от нее удовольствие? Тот бизнес, которым я занимаюсь, я получаю удовольствие. Для этого есть очень важные и очень интересные примеры. Например, так как время у нас ограничено, представьте себе сегодня, 6 декабря 2028 года. 10 лет прошло, 11, 2027. Что с вами произойдет? Где вы окажетесь? Какую картинку вы бы сами увидели? Или какую картинку увидел бы ваш человек, если бы смотрел фильм о вас? Что за люди рядом с вами находятся? Чем вы занимаетесь? Все это важно с точки зрения построения своих целей. Есть еще понятие сумасшедший список. Если бы у нас было больше времени, мы могли бы сейчас позаниматься и выписать все. Вот представьте, чтобы вам была поставлена задача написать 100 своих желаний. К сожалению, энтузиазм заканчивается на пятнадцатом. Мы же думаем, что мы знаем себя хорошо. Мы думаем, что мы очень классно разбираемся в себе. Но когда мы задаем себе вопрос, мы понимаем, что мы себя не знаем и не любим. Я вам дам еще очень простую технологию, называется фоновые цели. Каждый месяц нужно для себя делать следующее. 5 минут, 15 минут, 30 минут и час. Это значит для себя. Вот попробуйте подумать, что бы вы могли сделать лично для себя, для своей личности, для себя любимого за 5 минут. Что-нибудь съесть вкусненькое, конфет, шоколад. Может быть там выпить стаканчик виски вечером. Что можно сделать для себя за 15 минут? Ну вы просто счастливый человек. Да. Я давайте просто в следующий раз мы с вами обменяемся информацией. Я попрошу, чтобы вы нам прочитали следующую лекцию. И будет так очень проще. Действительно хорошо. Вам очень повезло. Вы очень гармоничная личность. Так вот, у кого нет такой возможности, за исключением людей, сидящих на первом зале, что можно сделать для себя за полчаса и за час хотя бы? Попробуйте немного баловать себя. Что бы вы сделали, если бы вы выиграли в лотерею 10 миллионов долларов? Чем бы вы занимались? Продолжили бы вы? Что? Хорошее дело. А потом? А потом? Ну после того, как все уже, долги раздали. А остальные? Я подожду. Хорошо. Коллеги, очень важно для того, чтобы разобраться, быть эффективным руководителем и собственником, разобраться с самим собой. Именно этому было посвящено первая часть того, что я говорил, что основа – это вы, вы лично, ваши ценности, ваши цели, когда вы четко понимаете, куда вы идете. И когда вы разобрались с самим собой, можно уже переходить к следующему этапу. Можно вести за собой людей и быть менеджером, быть руководителем, для того, чтобы компания начала быть эффективной и начала работать. Давайте сейчас я буквально быстренько перемотаю на следующую часть, чтобы мы успели. Я пришлю вам презентацию, если вам это будет нужно. А вот еще очень важный слайд, последний, который я бы хотел сказать в этой части. Когда вы ходите в кино на 3D, вам выдают специальные очки, да? Вы издаете потом. Представьте, что в нашей аудитории сегодня на выходе стоят очаровательные девушки-модели, которых мы пригласили сегодня сюда, которые проходили регистрацию. Я уверен, что все мужчины по достоинству оценили. И вы издают каждому из вас такие виртуальные очки, на которых написано 100% эффективность. Которые очки вы одели на себя и уже больше никогда с себя не снимете. Это значит, что с сегодняшнего дня вы будете оценивать все свои действия, поступки, отношения. Каждая затрата инвестиций своего времени с точки зрения того, а приносит ли это действие 100% эффективность. Это поможет вам по-другому взглянуть на свой день и сделать его более-более правильным. Итак, дальше. Суммируя все, что мы с вами прошли. Развитие личности это очень тяжело. Но там самые главные и большие ресурсы. Для того, чтобы понимать, что на самом деле и спорт нелегкое. Кто занимается спортом? Есть такие люди? Да? Прекрасно. Ведь когда мы приходим первый раз в спортзал, после первой тренировки у нас мышцы болят? Не болят? Болят. Поэтому мы понимаем, что да, это трудно. Да, это необходимо, но это элемент роста. На следующий раз станет легче. Необходимо использовать свои возможности для того, чтобы двигаться вперед. Еще самый главный момент. Фундаментом. Когда мы сегодня с вами говорили, фундаментом вашего развития является ваша цель. И ваши ценности, которые непосредственно помогают вам быть самим собой. Собственно говоря, что бы мне хотелось, чтобы в результате нашей сегодняшней такой активной дискуссии не получилось, но мы все равно это был диалог. Мы постарались сделать так, чтобы вы попробовали что-то поменять в себе в первую очередь. Разобравшись с собой, мы пойдем работать в свою компанию. Итак, следующая задача наша. Это система управления компанией, основанная на общих ценностях. Я постараюсь сдать ее быстро, и вы сразу поймете, почему так важно было первый час уделить лично вам. Итак, что же такое система управления, основанная на ценностях? В первую очередь основа вы. Потому что именно от того, насколько вы соответствуете своим поведением, тому, что вы говорите, насколько ваши ценности, они действительно отражаются в ваших поведениях, которые вы написали, будет зависеть эффективность вашей компании. Итак, базовые понятия, что нужно сделать, чтобы в компании люди стали по-другому относиться к делу. Чтобы в компании поменялось отношение к себе, коллегам, клиентам, к вам. Для этого есть базовые понятия. Первое, это основа любой компании, это человек. И мне бы хотелось, что когда вы в первый раз в своей компании скажете, что ребята, я или там подумал или подумала, и понимая, что основа нашей компании это вы люди, чтобы не было того, что говорил Сергей, и чтобы не было того, что говорил вам я. Сначала подумайте, действительно ли люди являются основой вашей компании. И если нет, постарайтесь сделать так, чтобы за ближайшее время исправить те ошибки, которые вы, может быть, раньше допустили по отношению к своим сотрудникам. Второе, вы теперь уже знаете, что поведение ваших сотрудников строится на базовых ценностях. На ценностях этих людей, которые работают в компании с вами, на ваших ценностях. Или, как бы мы теперь вместе сказали, на общих ценностях. Это значит, что когда вы с ними начинаете активный диалог, общение со своими клиентами, вернее, со своими сотрудниками, когда вы с ними выясняете в процессе разговора, что же является общим у нас вместе с ними, на каких базовых ценностях строится наша коммуникация, вы говорите, что вот, смотрите, первое, честность, второе, скорость, третье, внимательность. Это три наши ценности компании. Я привел условно. В каждой компании это могут быть свои ценности. Но большинство ценностей, которые мы видим, которые вывесены на корпоративных сайтах, это что, клиенты, сервис, да? Но зачастую это не так. На этом все компании останавливаются. Они повесили у себя на корпоративном сайте ценности и считают, что теперь их компании рулят ценности. Нет. Слово ценности сегодня самое частое употребляемое в этом зале. Потому что сегодня менеджмент по-другому не может строиться. Не может строиться управление на страхе. Нет, может, конечно, но ненадолго. Не может строиться управление на деньгах. Оно может на краткосрочном этапе, пока ему не заплатят больше в другой компании. Поэтому единственный способ сделать так, чтобы компания работала эффективно, нужно найти нечто общее, фундамент. Фундаментом этим являются наши ценности. Следующие аспекты важнейшие. Вот это простая диаграмма, которая показывает, что если во главе угла стоит сотрудник, то все остальные четыре части постоянно с ним взаимодействуют. Это коллеги, это клиенты, это вы собственники. И это любые другие компании, которые взаимодействуют с вами. Поставщики, сервисные компании, все что угодно. Так вот, в чем наша цель? Наша цель с вами как руководители, как собственника, чтобы сотрудник в момент принятия решений, а система управления на ценностях является системой принятия простых и сложных решений, основанной на принятых в компании ценностях. Если ценности реализуются, то это значит сотрудник будет принимать те решения и вести себя таким образом, как нам необходимо. Сказать по-простому и сказать честно, абсолютно, так как мы с вами примерно понимаем, о чем речь, мы с вами одного уровня люди, что система управления по ценностям позволяет нам управлять моделями поведения людей. Когда мы говорим, что человек принимает решения тогда, когда нам это необходимо и ведет себя именно так, как необходимо. В противном случае, если у нас нет фундамента ценностей, то сотрудник каждый раз принимает решения, исходя из собственного мнения, как ему кажется, лучше. Поэтому каждый раз у нас нет возможности, чтобы они выполняли скрипты. Каждый раз качество отношения к клиентам разное. Каждый раз по отношению ко мне, как к собственнику, отношения разные. Что же нужно сделать для того, чтобы все это заработало? Как это вообще должно работать? Как я уже говорил, потому что перед нами, неважно вы генеральный директор или собственник, ваша цель повысить эффективность и прибыльность бизнеса. И мы помним, что в основе лежат пять ошибок, и нам их нужно решать. Эти ошибки решаются с помощью ценностей. Давайте откроем самые простые ошибки, из чего же они состоят в оставшееся как раз время. Стратегическая ошибка. Люди не знают, куда идет компания. Если вы сегодня после обеда придете в свою компанию, сделайте простой способ. Во-первых, поймайте любого сотрудника, который проходит мимо вас. Положите ему руку на плечо, загляните в глаза и спросите, а куда идет наша компания? Скажет, а ты где был? Что курил? Или что пил? Это не шутки. Сделайте следующий эксперимент. Если у вас несколько руководителей, например, вы генеральный или вы собственник, начните с первого. Позовите первого в кабинет к себе и скажите, слушай, я вот сегодня был на тренинге и мне сказали очень интересное и правильное упражнение, давай мы с тобой пройдем. Можете это не говорить, можете про себя продумать, скажи, пожалуйста, а как выглядит, как тебе кажется, как звучит наша стратегия нашей компании? Человек сядет, расслабится, положит руки вам на стол, начнет долго дискутировать. Вы послушаете, и говорит, все, спасибо. Присаживайся дальше. Позовите следующего. А это вы попросите, чтобы молчал. Вы зададите следующий вопрос. И услышите новую версию своей стратегии. Каждый из них будет приносить сразу новую информацию. Второе. Люди не понимают, куда он идет, если вы с ним об этом не говорите. Самые главные задачи у самых передовых компаний. Они мне все говорят, когда я с ними начинаю общаться, мы, например, готовим стратегическую сессию, собственник, и говорит, слушай, давай сделаем так, чтобы люди там продвинулись вперед. Я задаю простой вопрос руководителям. Какая самая главная проблема в компании? Мне все отвечают, мы не знаем, куда идет наша компания. Мы не знаем цели нашей компании. Мы не понимаем, что от нас ждут. Источники проблемы. Я уже не говорю про миссию там и так далее, и так далее. Все это имеет значение только тогда, когда четко выстроены показатели деятельности. Это значит, что каждый сотрудник должен знать, что от него требует. Система показателей эффективности. Если каждый сотрудник знает, как его труд влияет на конечный результат, вы в той самой лучшей компании, которая будет идти наперекор рынку. Задайте второй вопрос, когда вы получите ему руку на плечо и посмотрите, а как твоя работа влияет на общий результат нашей компании? Он скажет, слушай, ты что? Я хожу на работу, работаю, что тебе еще от меня надо? Так вот, вот эти 6 базовых пунктов помогают решить стратегическую ошибку. Мы с вами придвинемся к тому, а как же ценности это помогут сделать? Второе. Система управления. Менеджмент, вообще система менеджмента, это и подготовка совещаний, и организационная структура. Удивительные вещи. Во многих компаниях нет орг структуры. Люди не понимают иерархии подчинения. Есть штатное расписание с разными окладами, которые на одну должность, везде цифры разные. Иерархия делегирования. Система планов. Какой самый главный план в компании? План продаж. Супер. Следующий. Какой самый главный план после плана продаж? План расходов. Да, бюджет. Доход. Сначала доходы продажи, потом доходные. Иерархия планов. Как их создавать? Как их делать? Как сделать так, чтобы все это заработало? Следующая ошибка. HR. У кого есть HR-директор в компании? А как вы вообще думаете, кто главный вообще по персоналу в компании? Опять руководитель, опять директор. Вот эта должность, да? Классная. И за тренды отвечает, и за технологии отвечает, и за digital отвечает, и за людей всех отвечает. А с точки зрения персонала, насколько эффективно у нас работает, насколько люди, которые приходят в вашу компанию, понимают то, куда они идут. Вот недавно с одним предпринимателем очень успешным, я работаю с ним удаленно по скайпу, мы с ним обсуждали, сколько стоит увольнение, сотрудник. Компания IBS провела исследование, крупнейшие российские софтверные гиганты. Они провели исследование, они делают аутсорсинг, управление персоналом для крупнейших розничных компаний, для ритейловых компаний, X5, retail group. Они занимаются тем, что они создали роботизированные системы подбора персонала. То есть система сама звонит, сама делает опрос, отвечает, слушает вопросы, предлагает, спрашивает адрес, предлагает вакансию человеку, где он живет, буквально там в шаге ходьбы. Это очень серьезные, мощные тренды, которые в ближайшее время изменят вообще рынок. Я не стал здесь включать тренд роботизации, но это серьезно. Так вот, компания IBS провела исследование. 33% сотрудников увольняются, пришедшие на работу, в течение первого месяца. Из новых принятых 33% увольняются. Это колоссальные потери. Если вы возьмете сегодня и прокалькулируете, сколько стоит у вас увольнение вашего сотрудника, затратите свое время, время секретарей, время людей, которые провели на совещании, стоимость его оборудования, рабочего места, стоимость, сколько времени вложили в него для того, чтобы он обучился, хотя бы элементарно что-то начал делать. Первый вопрос. Сколько стоит увольнение? Второй вопрос. Когда новый сотрудник начинает приносить прибыль? Мы об этом вообще не думаем. Есть понятие точка безубыточность. Вот когда вы посчитали совокупную стоимость, стоимость одного сотрудника, и в тот момент, другой получает график, когда он начинает приносить прибыль, когда он выходит на безубыточность. В Макдональдсе понятно, быстро, поэтому они там всех меняют. Но самый главный секрет Макдональдса в чем? В безупречности процентов. Ты сегодня ушел, завтра на твое место встал, другой начал работать. От человека там практически ничего не зависит. Это научный менеджмент. Фредерик Тейлор, базовые основы менеджмента. Насколько у вас люди, выходя из одного места в другую, могут встать и сразу приносить прибыль вам? Посчитайте. Это от вас зависит. Следующий вопрос. Я уже не говорю про систему мотивации, про систему бонусов, про систему планирования карьеры в компании и так далее, и так далее. Все это ошибки, которые приводят нас к неэффективности управления. Последнее. Базовые процессы. Сегодня очень важно начать автоматизацию, какая бы она ни была. В любой программе, которая у вас есть. Будь то Мегаплан, будь то Битрикс 24, будь то 1С, неважно какая. Сегодня невозможно сделать так, чтобы процессы были вручную и не описаны. Но чтобы это сделать, нужно вам самим разбираться в процессах. Нужно взять листочек, ручку и эти процессы описать. Таким образом, следующее, что же делать, как решать эти проблемы, как решать эти ошибки. Нам нужно с вами постараться сделать так, чтобы люди получили фундамент. Фундаментом управления в отношении вашей компании могут стать ваши ценности корпоративные, которые помогут вам, чтобы люди принимали решения, основываясь на ваших общих ценностях. Итак, следующие базовые вещи. Что дает система управления по ценностям? Общую цель. Когда всем понятно. В чем смысл спортивной команды? Одна цель. Какая? Победа. Когда они тренируются, для них какая цель? Победа. Когда он пинает мячик по воротам, по пустым, какая его цель? Победа. В наших компаниях у нас есть одна общая цель. Думают ли люди, что такое для них победа? Система управления по ценностям, когда люди четко понимают, что вы от них ждете, и когда для них ясно, какое решение принимать, позволяет решить две главные проблемы, о которой мы с вами говорили. Это отсутствие эффективного менеджмента, и у них появляется ответственность через вовлеченность. Если мы говорим о том, что мы разрабатываем новые ценности в компании, чтобы быть эффективными руководителями, мы повышаем вовлеченность. Американские психологи провели очень простой эксперимент. Я сейчас примером расскажу вам, в чем суть. Если бы мы поделили зал на эту половину, и на эту половину, и раздали бы этой половине лотерейные билеты с напечатанными номерами, а этой бы половине отдали лотерейные билеты с пустыми клетками для номеров, и попросили бы вас вписать ручкой, после того, как все сделали вашу часть, мы попросили бы выкупить эти билеты по номиналу. Например, стоимость билета 1 доллар, и вы бы эта часть, безусловно, все продала. Как вы думаете, что произошло с этой частью? Люди, которые просто взяли ручку и вписали в билет циферку любую, которая никакого отношения к выигрышу не имеет. Как вы думаете, продали ли они за тот же доллар этот билет? Нет. Потому что они вложили частичку себя. Они вложили элемент, понимаете, они стали отождествлять себя с этим. Так вот, как только сотрудник почувствует вовлеченность, это станет его. Один генеральный директор мне говорит, слушай, я вообще очень серьезно работаю с вовлеченностью и с делегированием. Ко мне приходит сотрудник, я ему пишу, что ему нужно делать, отдаю, и все он делает. Это не вовлеченность. Вовлеченность, когда к вам приходит сотрудник, задает вопрос, он говорит, хорошо, отлично, какие у тебя есть варианты решения? Давай обсудим. И важно еще иметь право на ошибку. Следующий момент, как я и сказал, самый главный. Потому что в большинстве случаев мы зависим от продаж. Нам сказать, самый главный актив это клиенты. Если у нас не будет продаж, у нас не будет вообще ничего. Наши вообще бизнес будет под вопросом. Так вот, управление моделями поведения сотрудников возможно только в единственном случае. Мы с вами теперь уже знаем, потому что что влияет на поведение человека? ценности. И как только человек понимает, что если у него во главе угла стоит сервис, не просто как слово, а как сервис, как понимание, раскрытие этого понятия. Что такое сервис по отношению ко мне? Мы задаете им вопрос, и вы внутри компании обсуждаете это и формулируете это описание. Что такое сервис по отношению к коллегам? Интересно было. Мы когда начали эти вопросы обсуждать в одной компании, мне говорят, слушайте, ну как можно померить сервис по отношению к коллегам? Я говорю, очень просто. Есть IT-директор? Я говорю, да, давайте его сюда. Выходит IT-директор, я ему говорю, слушай, у тебя какая система? Он говорит, Outlook система, почта, все корпоративное. Я говорю, хорошо, мы можем с тобой посмотреть и выгрузить, как быстро отвечают люди друг другу на письмо. Да. Мы можем провыгрузить о том, как быстро ты отвечаешь, приходит от кого и как ты отвечаешь. Да. Отлично. Первый, это сервис, насколько быстро мы отвечаем у нас есть IP-телефония, в компании есть, отлично. Я говорю, мы можем посмотреть, как быстро человек перезванивает на пропущенный звонок? Да. Мы можем посмотреть, берут ли трубку люди или не берут? Да. Понимаете, даже простые вещи, которые говорят о том, что такое сервис по отношению к коллегам, позволяет человеку очень легко думать, потому что если сервис по отношению к коллегам описан и говорит, это значит, приоритетное решение сотрудников, обратившихся к тебе за помощью, это значит, человек понимает, как себя нужно вести. А что происходит зачастую в крупных компаниях, когда кто-то к кому-то пытается обратиться за помощью? Как минимум. В одной компании, вот буквально позавчера я разговаривал с руководителем, он мне говорит, слушай, у нас ситуация какая? Мне сразу предупредили. У нас принято так, что если ты что-то кого-то просишь, тебе никто не поможет. Потому что я сам прошел, мне никто не помогал. Почему я должен тебе помогать? Но я же прошел через это. А это значит, что представляете, видимо, директор или когда-то, или собственник поддерживает такую структуру отношений. А это значит, он просто не общается с людьми внизу. Это называется ограничивающие штампы убеждения. Буквально, я сегодня прилетаю вечером в Москву, послезавтра у нас финальное мероприятие, мы с банком ВТБ-24 заканчиваем большой проект. Мы год занимались построением системы общих ценностей. Когда год назад, даже больше, полтора года назад, в октябре, мы с ними провели первую установочную сессию и попытались поговорить вот так же открыто, а что им мешает быть эффективными, вы не поверите, у меня презентация, ограничивающая штампы убеждения на 25 листов мелким шрифтом. Первое, меня за это не уволят, ты предложил, ты и делай, и так далее, и так далее, и так далее. Вы даже представить себе не можете, насколько это мешает продвижению решений в компании. Еще буквально один случай вспомнил, вернее не случай, а эксперимент из практики, показывающий, как это происходит. Представьте клетку с обезьянами, там 4 или 5 обезьян, висит банан, поставили лестницу. Слышали, может, такую историю, да? Очень простая, она очень классно формулирует. Обезьяна полезна за бананами, ее обдали из шланга холодной водой. Три раза она поднялась, поняла, что в следующий раз, как только она ступит на лестницу, ее обольют, ей будет холодно и некомфортно, пусть висят эти бананы в конце концов. Убрали эту обезьяну, подсадили другую. Как вы думаете, кто-то полез за бананами? Убрали всех обезьян, которые видели, что происходило с первой обезьяной. Кто-то полез за бананами? Представьте, что может происходить в каждой из ваших компаний, если кто-то когда-то наступил на грабли, что он пробовал, а у него не получилось. Следующее. Когда мы говорим о ценностях, мы представляем себе стружки и магнит. Мне очень легко говорить с вашим поколением, потому что мы понимаем, что такое металлические стружки. Я еще в школе, я, кстати, недавно сына своего возил в комсомольск на Амуре, у него был шок, ну, во-первых, небольшой, потому что город огромный, а он говорит, папа, а где люди? Поэтому, когда мы прилетели в Москву, он говорит, слава богу, пробки. Так вот, я вам показал мастерские, вот у них нет мастерских в школе, там у нас были слесарные, слесарные, столярные мастерские, то есть мы там вырабатывали детали. Так вот, металлические стружки. Если бы я сейчас высыпал металлические стружки на лист и попросил вас взять пинцеты, лупу и написать там, например, слово какое-то там Уфа, например, ну, мы потратили минут 15-20, в это время молодой человек проходил бы мимо случайно, бедром задел стол, стружки бы снова рассыпались, поэтому система не динамичная, неустойчивая. Если мы ставим магнит к лист, к стружкам, они все притягиваются к нему. Это значит, появляется нечто объединяющее. Так вот, именно ценности, которые вы сможете транслировать для своих подчиненных, смогут стать тем объединяющим магнитом, который поможет вам достигать цели и показать. Мы просто с вами про ограниченные штампы и убеждения только что проговорили. Но и самый главный момент. Если люди начнут вести себя так, как вы хотите, рентабельность вашего капитала возрастет. Эффективность работы в течение года показала, что на падающем рынке ВТБ-24, департамент по работе с малым и средним бизнесом не просто выполняли план, перевыполняли план. Потому что мы каждый день с ними говорили о ценностях. Это труд. Это действительно большой труд людям рассказать о том, что для нас важно. Но в первую очередь, благодаря первому лицу, который принял решение, что я серьезно решил сделать так, чтобы ценности в моей компании заработали. Это значит, что мы постоянно снимали интервью. Казалось бы, простая вещь, ответственность. У всех у нас, если мы с яблоком не смогли найти общее понимание. Представьте, что такое ответственность. Я вам еще интересный расскажу случай. Буквально недавно я проводил очень большую стратегическую сессию с компанией. И собственник мне поставил задачу. Я хочу, чтобы все мои менеджеры начали работать маржинально, то есть с прибылью. Я говорю, прекрасно, хорошо. Два дня сессия. Первый день мы приезжаем, выходим, собираемся. Я на слайде пишу одно большое слово. Маржинальность. Меня спрашивают, а что ты написал? Я говорю, слово маржинальность. Ну это же нам всем понятно. Я говорю, прекрасно, сейчас мы об этом узнаем. Когда мы разделили компанию с 30 человек на 3 команды по 10 человек, и каждая команда выходила сюда, давала свою собственную интерпретацию слова маржинальность. Мы полдня инвестировали в то, чтобы у всех у нас стало однозначное понимание того, а что же такое маржинальность. То же самое у вас. Понимаете, когда мы говорим с вами об инвестировании, о прибыльности, о том, что рентабельность капитала, во-первых, ее надо посчитать. Задайте сегодня вашему бухгалтеру, если у вас нет финансового директора или финансового директора, а какова рентабельность моего капитала как собственника. Какой принес прибыль, какой процент заработал мой капитал за этот год. Оцените стоимость инвестиций. Вообще попробуйте оценить свой бизнес. Сколько он стоит сегодня? Попробуйте посчитать. Если бы завтра к вам обратился любой другой человек, который бы захотел купить вашу компанию, сколько бы стоил ваш бизнес. Что же происходит с компаниями, которые внедряют систему управления, основанную на ценностях? Для того, чтобы мы по ним поняли, а стоит ли нам туда вообще идти? То есть, куда мы сегодня с вами инвестировали два часа в свое время? Первое. Люди не размышляют, а действуют. Им понятно. У них нет времени на то, чтобы думать, что делать. Ситуация очень прозрачна. Всегда ясно, как себя вести. Не надо постоянно думать. Второе. Нет метаний. Есть общие цели. Третий важный момент. Нет метаний общей цели и нет сомнений. Есть определенность. У них всегда фактически есть цель. У них есть четкое представление, что и как нужно делать. Следующий момент. У них нет сомнений. У них есть способы и выгоды. У них нет ограничений. У них есть свобода решений. Понимаете, когда вы дали возможность людям задуматься и восстановили правила, вам не нужны ограничивающие правила. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Наоборот, можно это, можно это, можно это. Это гораздо эффективнее, гораздо проще. Самое главное, что у них нет ограничений, нет свобода. Нет коллег, есть друзья. Нет клиентов, есть партнеры. Вот представьте, что если бы ваши сотрудники начали серьезно задумываться над вопросом о том, что клиенты – это партнеры, что ваш бизнес решает какую-то определенную задачу тех людей, которые являются вашими партнерами, что с помощью ваших продуктов, услуг, они решают свои задачи. Насколько эффективно, насколько удобно им с вами работать, насколько важно взаимодействие с вами, почему они работают именно с вашей компанией, почему они не выбрали кого-то еще. А самое главное, что у них получается, нет хозяина, есть инвестор. Инвестор отличается от хозяина самым главным элементом, он старается развивать компанию. Не важно, сколько у него процентов, он вкладывает свои эмоциональные эмоции, вкладывает свое знание, вкладывает самые сильные свои направления для того, чтобы компания развивал. Ну и, конечно, самое главное, у них нет корпоративных кодексов, которые бы описывали. Нельзя ходить в коротких брюках, в коротких юбках, в джинсах нельзя ходить, или можно только по пятницам. Есть понимание того, что нужно. Если есть главная ценность, сервис, например, или клиенты, то сотрудник явно понимает, как себя вести. Наверное, вы много слышали о разных компаниях, которые являются лидерами клиентского сервиса вообще в мире. Я недавно выступал перед руководителями колл-центров. Так вот, основа колл-центров это всегда скрипт. Это всегда четкое понимание, что ты говоришь. Это всегда замеренный, там кипя и какие, сколько секунд потрачено одного клиента, за сколько секунд была решена задача. Все отмерено. Так вот, лидеры компаний, которые являются лидерами сервиса, например, такая компания, как Запас. Я уверен, может быть, вы слышали когда-то. Если нет, есть великолепная книжка, называется «Доставляя счастье». Автор ее Тони Шей. Штаб-квартира их находится в Лас-Вегасе. Я был у них в штаб-квартире. Она очень интересная. Знаете, начинается с того, что на стене висят отрезанные галстуки. То есть у них корпоративная культура, которая говорит, мы свободные, нам не надо приедать в галстуках на работу. Если вы хотите в галстуке, вы можете отрезать его и прибить на эту стену, и больше никогда его не одевать. Так вот, однажды их колл-центр разговаривал с клиентом час для того, чтобы выяснить, какую пару обуви хочет купить человек. Они занимаются интернет-продажей обуви. Решение этого вопроса, казалось бы, выходит за рамки любого здравого смысла. Но если у них ценность удовлетворения клиента, то получается, что независимо того, сколько бы секунд он разговаривал с ним, он хочет достичь первого удовлетворения клиента. А что происходит с нашими колл-центрами, если у них стоит четкий режим 15 секунд на решение вопроса? Сотрудник любым способом постарается сбросить звонок. Клиент будет снова перезванивать, но он-то кипяй свой выполнил, потому что его зарплата зависит от того, насколько он вовремя выполнил эти кипяи. То есть вы, когда ставите вот эти показатели работы своих сотрудников, задумайтесь над тем, а почему и как это должно быть. Ну и, конечно, важнейший элемент, что нет боссов, есть ценности. Ценности определяют все. Как вести, как ходить, как общаться. Причем это не с точки зрения того, что это насаждается, это его личное. Когда мы говорим о том, что как внедрить систему управления по ценностям, в первую очередь мы говорим о том, что мы хотим выявить ценности у человека, у каждого человека. То, что мы с вами делали первые полтора часа, мы с вами разговаривали о вас, чтобы разобраться, что происходит с вами. То же самое вам необходимо как руководитель разобраться с человеком. Потому что мы работаем с людьми. Это психофизиологические существа. Мы сюда пришли, мы не можем переключиться. Если у кого-то дома болеет ребенок, мы не можем об этом не думать. Если у кого-то дома есть какие-то проблемы, мы не можем об этом не думать. Если мы приходим домой вечером, мы приходим домой с проблемами. Мы не можем переключаться. У нас нет кнопки, как в том фильме Ури, где у него кнопка. Нам нужно понимать тех людей, которые работают с нами. А для того, чтобы разобраться с этими людьми, нам нужно понимать, что они хотят. Основной причиной увольнения сотрудников с компаний является не то, что у них мало платят, а то, что у них нет развития. Именно ваша цель, как руководителя, как собственника, разобраться в себе, создать свой план развития, а потом заниматься развитием сотрудников. Поэтому обычные люди, обычные, самые простые мы с вами, объединенные вокруг общих ценностей, могут достигать необыкновенных результатов. Этой фразой, в принципе, можно было бы и закончить мою лекцию сегодня. Но вы меня спросите, хорошо, это все ментально, это все ценности, казалось бы, как их померить? А мерить очень просто. Можно измерять любыми результатами. Какие результаты в компании произойдут? Первое, это трансформация. Трансформация, когда человек начинает меняться. Если человек вступил на период изменений, на тропу изменений, он уже никогда не вернется в прежнем состоянии, это точно так же, как гусеница, вернее, когда бабочка уже не сможет встать гусеницей в обратную сторону. Все, произошли изменения. Самое главное следующее, вы поможете человеку развиться лично, личностный проект. Когда человек развивается, он уже, цель раскрыть потенциал каждого сотрудника. Ведь люди счастливы тогда, когда их ценят именно такими, какие они есть. Следующий момент, устранение разрыва между стратегией операционной деятельности, когда понятно, куда идти, человеку ясна стратегия, ясны цели. Его поведение легко прогнозируется. С его поведением легко понять, что будет завтра, что нас ожидает завтра. Ну и, конечно, коммуникации. Если вы начнете процесс активных коммуникаций внутри компании, лояльность сотрудников также возрастет. На чем бы мне хотелось закончить? А чем можно вообще померить любые изменения в области менеджмента? Можно ли как-то их измерить? Я говорю, да, можно. Измерить можно любыми показателями. Текучесть персонала, объем продаж, количество удовлетворенности персонала. Задайте самый простой вопрос. Насколько сегодня люди удовлетворены работой в ваших компаниях? Есть огромное количество бесплатных анкет. Самый простой сервис, который есть в интернете, называется SurveyMonkey. Там бесплатная регистрация, 10 вопросов, вы можете создавать бесплатные опросы. Задайте сегодня своим сотрудникам пять самых простых вопросов или три вопроса. Насколько ты счастлив на своей работе? Насколько ты знаешь, что от тебя требуется? Насколько ты готов работать дальше в компании? И хочешь ли ты порекомендовать мою, нашу компанию, в которой ты работаешь, своим близким и друзьям? Вы будете удивлены результатами. А если вы еще оставите поле для комментариев и скажете, что анкета анонимная, вы получите очень много информации для размышления. Придумайте любые. Но самый простой вопрос. Нравится ли тебе работать в своей компании? Знаешь ли ты, что от тебя ждут? Готов ли ты свою компанию рекомендовать своим друзьям? Что бы ты хотел изменить в работе нашей компании? Как внедрить? Казалось бы, тут должно быть очень сложно. Очень сложные технологии. И столько мы сего говорили об этом. На самом деле все просто. Первое – это время. Как я вам уже говорил, послезавтра будет заканчиваться годовая программа. Год – это минимально для того, чтобы люди почувствовали, что вы действительно верите в ценности. Как внедряется? Существует несколько этапов. Первый этап – выработка общих ценностей. Когда вы, первое – собственник, сам для себя определяет свои собственные ценности. Второй шаг. Вы собираете своих топ-менеджеров и садитесь с ними открыто и говорите, так, давайте поговорим честно и открыто, что для вас является важным. Проводите их простой опрос. С ними просто разговариваете. Они тоже вам начинают рассказывать. Для них важно это, это, это и это. Они начинают формулировать свои собственные запросы, свои ценности. Тогда вы берете вместе, собираете вот список и делаете. Вот у нас ценности мои, твои, ваши здесь все. Какие выберем? Какие вы считаете для нас важны? И тогда вы приходите к некому пониманию, что для вас важны там 2-3 базовых ценности, которые будут определять работу вашей компании. Тогда вы идете к своим людям и говорите, вот я, как собственник своего бизнеса, с вашими руководителями сел, и мы определились, что эти 5 основных ценностей будут самыми главными в нашей компании в следующее время. Я очень хочу, чтобы вы приняли в этом участие. Пожалуйста, расскажите мне, что вы думаете об этих понятиях. Что вы думаете об этих ценностях? Например, там сервис. Они скажут, о, это классное обслуживание клиентов, все остальное. Принимайте все формулировки, которые люди вам дают, но потом начинайте уточнять. Хорошо. А что такое сервис по отношению к себе? Что такое сервис по отношению к компании? Что такое сервис по отношению к коллегам? И люди сами, вы не поверите, они вам дадут и опишут все необходимые формулировки. Они вам создадут правила, по которым можно реально дальше жить. Следующий шаг. Первое. Вы выработали общие ценности. Вы сформулировали описание этих ценностей. Теперь надо их внедрять. Нужно просто набраться смелости и сказать, все, первые 3 месяца мы живем в рамках ценности сервис. Это значит, помимо того, что на сайте и в компании появятся плакаты с изображением этой ценности, у каждого появится маленькая книжечка сотрудника, в которой написано, что это такое. Даже напечатанное на принтере не имеет никакого значения. Но самое главное, ваша позиция, каждое ваше совещание должно начинаться с того, что нашей ценностью этого месяца является сервис. Каждый месяц старайтесь награждать лучшего сотрудника, который бы мог реализовать эту ценность. Подарите ему простую грамоту, которая стоит рубль 20 в магазине канцелярия. Он ее повесит на стену, принесет домой, будет гордиться этим. Еще очень классный элемент. Я уверен, что вы, наверное, со своими топ-менеджерами у вас есть чаты. Ватсапом все пользуются? У вас, наверное, со своими руководителями есть групповой чат, правильно, в компании? Вы, наверное, знаете, как пользоваться телефоном для того, чтобы записать видео. Начните общаться с ними через просто донесение своих мыслей каждый день. Напишите, что такое... Возьмите кнопку и нажмите, и скажите, что такое для вас важность, сервис, для вас лично. И отправьте в этот чат. Пусть каждый из них сделает то же самое для своих сотрудников. Расскажет, как он себе это видит. Как он воспринимает ценность сервис, например. И вот так, в течение года, когда вы будете работать, когда вы сможете, не просто повесили на стену это слово ценность, а когда вы действительно привели это. И когда это начинает работать, когда вы спрашиваете сотрудников, хвалите их, поддерживаете в этом направлении. Когда вы понимаете, что действительно, да, в компании появился сервис, вы в нос их всех собираете и говорите, так, а давайте теперь обсудим, каких результатов мы достигли. Что нам еще нужно сделать с вами для того, чтобы это заработало. И вот здесь, чтобы не получилась ситуация, которая произошла с Сергеем, мне бы хотелось сказать, что самое главное, если вы помните, проблема номер один стратегическая. Что в первую очередь все это возможно и нужно делать только тогда, когда компания зарабатывает деньги. Когда в основе всего этого находится эффективность. Когда в основе есть показатели. Когда каждый сотрудник оцифрован, что конкретно ему нужно сделать, чтобы добиться общих целей компании. Чтобы план по продажам был обязательно выполнен. Но из заключения я бы хотел сказать о сопротивлении. Однажды в одном проекте мне задали вопрос, Роман, а есть ли у вас неудачные, неуспешные проекты в области внедрения в систему управления по ценностям или еще что-то? Я говорю, да, были. Есть этому три причины. Что такое неудачный проект? Неудачный проект номер один. Это когда собственник сказал, я готов внедрять эту систему и на этом его участие в нем закончилось. То есть мы пытаемся делать с директорами, с менеджерами, но когда собственник кредит, вы чем там занимаетесь? Так, так, слушай, ты и ты пойдемте решать другие вопросы. Это не работает. Второй вопрос, вторая система, когда менеджмент не принимает, а выходит в оппозицию любой системе развития. Вообще существует отдельная наука в менеджмент, change management, менеджмент изменений. И первый вопрос, который обсуждается там, сопротивление. Вообще любая система стремится к покою. Это вообще идеальное состояние. А если мы вспомним еще один из ключевых и базовых законов физики Ньютона, сила действия, равносила противодействия, любые ваши изменения в сложившемся коллективе будут встречать сопротивление. Будьте к этому готовы. Как только уровень негатива в вашей компании по отношению к тому, что вы делаете, станет максимальным, знайте, начались изменения. Все движется в лучшую сторону. Но как раз, знаете, тоже было очень интересно, есть очень великолепный спикер Константин Харский, он принимает участие в одних из наших советов директоров. После того, как мы с ним познакомились, я пригласил его к себе на радио и мы с ним говорили о корпоративной культуре. Так вот он сказал, что такое корпоративная культура, как ее почувствовать? Настоящая корпоративная культура в каждой вашей компании является тем, как быстро она начинает отвергать все новое. А сила, с которой отвергает новые изменения, является мощностью корпоративной культуры. И здесь у вас только один способ. Только ваша воля, ваша воля руководителя и собственника что-то изменить. Ваши серьезные понимания, доказать, как на самом деле вы хотите, чтобы было в вашей компании. Не так, как думают ваши менеджеры или ваши сотрудники или директора ваших филиалов, а так, как именно вы хотите, как именно вы решили, чтобы было в вашей компании. Ну и собственно говоря, как это сделать? Мы с вами обсудили. Что мы получим в результате? Что нельзя скопировать вообще только вашу корпоративную культуру? Что нельзя скопировать? Нельзя скопировать вашу команду, потому что инвестиции в вашу команду являются самым главным. Что нельзя скопировать? нельзя скопировать ваших людей и вас лично все остальное скопировать возможно давайте немного пообсуждаем из того что мы сейчас услышали у нас есть несколько минут для того чтобы задать вопросы впервые я бы хотел юль да вы хотели что-то сказать давайте он передам микрофон представьтесь пожалуйста да да говорите я бы хотела сейчас мы стараемся не можете погромче пожалуйста вопрос очень сложный на него нет одного ответа совершенно несложный вопрос помогите нам как раз подошли к тому моменту да о том о чем я бы могла дополнить это большой семинар но для того чтобы не быть интриганкой да вводить интригу я бы хотела сказать что около трех-четырех лет я пошла совсем другим путем то есть если люди идут снизу с материи наверх то я шла с духовности и пришла сюда материю какой-то момент я устала просто в жизни страдать и решила понять чем смысл жизни почему я страдаю почему дети рождаются с раковыми заболеваниями почему вот это вот противодействие в конце то возникает для чего человек живет для того чтобы познать истины чтобы человек был сравнивать свет и тьму сравнение познается опыт мы каждый раз проходим опыт что такое ценность для чего человек стремится к этим ценностям это на физическом уровне наука объясняет что человек это как светлячок светящийся существует и мы часто ведь говорим есть человек который светится отчасти а есть люди которым не хочется прикасаться приближаться от них и негатива и вот наверное цель бизнеса мы через бизнес пытаемся понять что свет он всегда созидают в тот момент когда стив джобс нашел до своего предела когда он выпустил когда он свое дети детище возродил он умирал и говорил что я понял что такое любовь он дошел до этой ценности то есть ему нужно было пройти этот бизнес чтобы понять смысл жизни он понял что такое свет и через свет идет созидание я бы допустим юли если можно давайте буквально финале за финалем вывод ваш потом если кто-то хочет еще мой вывод в том что в бизнесе должен быть свет если вы в бизнесе то идет рост процветание ему из созидания то есть вы помогаете этому миру если в бизнесе вы ставите приоритете негатив то имейте ввиду что фирма банкротится и разрушена то есть это как бы законы жизни которые они на давайте спасибо большое спасибо ну по крайней мере давайте поблагодарим за смелость высказать свою позицию есть вопросы у нас есть время сейчас осталось еще десять минут для того чтобы поговорить по вопросам давайте сдавайтесь ретабельность 50 процентов это хорошо плохо и как а а а а как вас зовут зелия да очень приятно знаете что есть разница между развивающимися экономиками и стабильными экономиками Россия к сожалению очень медленно но очень верно движется от развивающейся экономики к экономике стабильной а это значит в первую очередь сокращение и снижение уровня рентабельности капитала для нормальных экономик для западных экономик 10-15 процентов рентабельности капитала 20 процентов это считается фантастика поэтому все инвестируют в россию для того чтобы иметь 20-25 процентов рентабельность капитала по году если вы находитесь в зоне 50 процентов рентабельность капитала вкладывайте как можно больше денег потому что время скоро закончится туда где чем вы занимаетесь я не знаю каким бизнесом вы занимаетесь но вы знаете есть несколько бизнесов которые приносят сверх прибыли да я уверен что я уверен что ваш бизнес видите как все таки менеджмент веселая штука да все таки спасибо вам большое давайте ребят по существу коллеги давайте какие вопросы давайте поговорим может у кого-то есть еще идеи какие то как у вас в компании происходит сегодня вот сейчас одну секунду у нас сейчас одну секунду у нас с вами еще будет сегодня сессия потом в конце сессия бизнес знакомств но смотрите вот здесь сегодня присутствует 250 человек что на час одну секунду все здесь присут 250 человек бизнес элиты постарайтесь узнать друг друга постарайтесь каким-то образом ну покоммуницировать друг другом когда вы говорите задавайте вопрос представьтесь пожалуйста скажите два слова своей компании чем вы занимаетесь Пожалуйста. Значит так, занимаемся стройкой, не очень эффективно, потому что денег на стройку практически нет. Поэтому вопрос такой, а государство эффективнее бизнесмену? Знаете, сейчас начинается предвыборная кампания. Я не в порядке рекламы, а ваше мнение. Нет, нет, во-первых, так, девочки, можно мне кого-то из девушек попросить, чтобы передавали микрофон? Кто-нибудь там, да-да-да, сейчас у вас возьмут. Да-да-да. Ну, смотрите, давайте так. Давайте так, вот вопросы подобного рода, ну, может ли на них быть однозначный ответ? Мое личное мнение при правильной государственной политике, при правильной государственной политике, смотрите, вот я вам приведу простой пример. Можно мне микрофон тогда обратно, да? Для того, чтобы иметь, во-первых, право отвечать на этот вопрос, я должен быть государственным служащим. Это первое. Второе. Для того, чтобы иметь, как бы, и не уходить от ответа, я должен нести какую-то ответственность. Это мое сугубо личное мнение, связанное тем, как я являюсь, так же, как и вы, гражданином этого государства. 15 лет назад я был в Японии, я учился в Токио. И тогда для меня было уникальным видеть табло на автобусных остановках, которые показывали, через сколько придет автобус. Я думал, это фантастика, просто это реально будущее. Сегодня в Москве висят на каждой остановке табло, в котором видно, когда придет трамвай, когда придет автобус. Мы шагаем вверх, безусловно. С точки зрения, я не могу оценивать политические структуры. Это все, и знаете, это все будет сотрясание воздуха. Я лишь вижу то, что происходит. Я вижу то, что строятся дороги. Я вижу то, что наша страна развивается. Я часто езжу за рулем. Я приезжаю сюда, в разные города. Я вижу, что города меняются. Я вижу, что процесс идет. Насколько эффективно? Задайте вопрос тому директору, который возглавляет тот или иной губ. Задайте ему вопрос. Задайте вопрос своему губернатору или своему мэру. Задайте вопрос им с точки зрения, что они здесь делают. Я уверен, что ваш вопрос, он в первую очередь вызван некой проблемной ситуацией, связанной с вашим бизнесом, возможно, с вашим личным отношением. Так вот, единственное, что мы можем с вами делать, это выставлять общественную позицию. Вот вас, я сказал, 250 человек здесь в Уфе. Сейчас здесь. Элита, я считаю, управленческая элита вашего города. Если вы вместе сможете дать консолидированное мнение, ваше мнение может быть услышано. Если вы правильно сформулируете свою позицию на ближайших выборах, там местное самоуправление, на выборах президента и так далее, ваша позиция может быть услышана. Это все инструменты, которыми обладает любой гражданин Российской Федерации. Вряд ли я могу сказать что-то еще большее, но я вижу, что страна безусловно развивается. Да, и мне, и как и вам не нравится многое. Не нравится то, что санкции, не нравится то, что там курс доллара падает. Но не в наших силах этим управлять. Мы можем сегодня принимать ситуацию или не принимать. И в этой падающей ситуации находить возможность создавать рабочие места для тех людей, которые работают у вас. Делать счастливыми всех людей. Знаете, в одном из городов меня спросили, а что делать? Я говорю, у вас загранпаспорт есть? Есть. У вас есть выбор. Это первое. А второе. Ну я же хочу изменить свою страну. Я говорю, прекрасно. Давайте я за вам простой вопрос. Там в подъезде, где вы живете, в доме или в городской квартире? В городской квартире. В вашем подъезде чисто? Он говорит, ну так, не очень. Я говорю, возьмите швабру и помойте пол. Почему я должен мыть пол в своем подъезде? Я говорю, вы меня спросили, как можно сделать жизнь нашу лучше? Наша жизнь начинается с каждого из нас. Однажды на молодежном форуме ко мне подошла девочка, студентка, это было в Казани. Она говорит, слушайте, меня очень беспокоит проблема голодных в Африке. А вас это беспокоит? Я говорю, да, меня тоже это беспокоит. Но меня больше беспокоит наша с вами жизнь. Направьте свои силы на свой круг влияния. На своих близких, на своих детей. Передайте вашим детям ценности правильные, чтобы выйдя в мир, в нашу жизнь, они смогли вести себя достойно, быть достойными гражданами нашей страны. Я люблю свою родину. Моя родина, Россия, неважно, там, Советский Союз, прошлое, мы живем здесь. Мы можем сколько угодно критиковать. Но я стараюсь делать то, чтобы передать. Вот езжу по городам, рассказываю о том, что можно по-другому управлять людьми. Для того, чтобы люди становились на работе, на своей более счастливыми. Можно по-другому быть и жить. Обладая целью и ценностями своими, проповедуя свои ценности не только дома, на кухне, а так, чтобы это было, слышно было вообще. Я считаю, что каждый из нас может сделать образцовую компанию, о которой можно написать книгу. И девушка Юля правильно сказала. Если возьмем, отменим, отметем все какие-то там, может быть, предрассудки, которые мы услышали в ее поведении. Но очень просто. Если мы счастливы сами, а это только от нас зависит. Либо у нас позиция зависимого человека, либо позиция активная. Когда наша активная позиция, знаете, у меня был такой слайд, я выступал однажды. У меня еще есть одно направление. Я занимаюсь карьерным консультированием топов. Когда приходит ко мне топ-менеджер и говорит, слушай, что мне делать дальше в своей карьере? Я ему показываю слайд Дональда Трампа. Я говорю, человек, который создал себя. Человек, который взял и выиграл президентские выборы, неважно как. Человек, который использовал возможности. Зачастую нам всегда легче. Что легче всего? Сказать, что кто-то виноват в том, что я неуспешен. Кто-то виноват, что я несчастлив. Обстоятельства виновны в том, что я такой. Вы знаете, я вам приведу пример буквально вчера. Кстати, кто, я не знаю, польте, социальными сетями, я стал вести видеодневник свой. Каждый день рассказывать о том, что со мной происходит. Вчера я поехал, чтобы выглядеть перед вами красиво, я поехал в парикмахерскую. Нашел ближайшую здесь и поехал туда. Прихожу в торговый центр. Озадачен своими мыслями, знаете, всегда же что-то там, как-то мысли, вот таким жаргоном опять скажу. Гоняешь мысли там, прокачиваешь мышцы. И спускаясь по лестнице и обгоняю женщину с девочкой. Девочка в розовом пуховике. Думаю, обычная пара. Вот так обгоняю, обошел. И только вот задним краем глаза вижу, что девочка слепа. Она идет с палочкой, которая, знаете, как такая, я не знаю, как она правильно называется. А мама, я повернулся, как-то, знаете, ну это все-таки быстро картина, она резко. Мы все-таки с вами стараемся не замечать этого, как бы, когда у нас все нормально, глаза есть, руки, ноги есть. Я посмотрел на них, смотрю, мама очень позитивно к ней настроена. Она как-то ее по имени называет, я не услышал, как ее называют. Она говорит, смотри, осторожно, вот когда ты спускаешься, вот чувствуй, где лестница, двигайся к краю. То есть это она ее обучала жить в этом мире. Для нас с вами спуститься по лестнице не представляет никакой ценности. Мы привыкли к этому. Давайте ценить то, что у нас есть и пользоваться тем, что мы с вами можем сделать нашу жизнь счастливой. В конце концов, если мы говорим о государстве, гораздо проще подойти и спросить к этой женщине, а вам можно чем-то помочь? Я уверен, что в каждом подъезде из вашего, или в каждом доме ближайшем, есть какая-то бабушка, или кто-то еще. Есть те люди, которые рядом с нами, мы можем кому-то помочь сделать жизнь лучше. Вот это, я считаю, наша гражданская позиция. А обсуждать, эффективно ли государственный собственник или неэффективно, это просто от лукавого, это просто сотрясание воздуха. Что? Абсолютно эффективно государство как бизнесмен. Ну не может быть государство бизнесменом. Как и почему государство? Вопрос, смотрите, наверное, это не то, что вы хотели бы услышать, и не то, что я бы мог рассказать. Давайте попробуем задать вопрос по сути того, что мы сегодня услышали. Давайте поговорим. Да, пожалуйста. Да, конечно, сейчас к вам приду туда. Я хотел просто попросить привести несколько примеров ценностей. Я услышал только маржинальность и сервис. Да, конечно, смотрите, вот, например, банки ВТБ-24, мы, не мы, а они выбрали 8 ценностей. Из них развитие, здоровье, правда, свобода, команда. Но потом, когда мы поняли, что 8 слишком много и в голове удержать невозможно, когда ты принимаешь любое решение, сократили их до трех. Команда, развитие и ответственность. Три ценности, базовые, которые стали основой. Кто хотел задать вопрос с этой стороны, пожалуйста. Да, да, иду к вам. Я представляю компанию, мы торгуем автомобилями и аккумуляторами. У меня такой вопрос. У нас есть штатик продавщик. Вы сейчас говорили о том, что кадры, ценности, корпоративные культуры это все удерживают. То есть, мы будем на заработку не удерживать. Я хочу сказать так. Пришел к владовщик и говорил, я уважилась. Спрашиваем причину, почему это. У меня 2 детей. Один из них инвалид. Мне положили зарплату на 5 тысяч больше. Как руководитель, мне дается все. Он на это сказал, мне дается все. Команда, общение и так далее. Но у меня есть такая работа, и я ухожу. Вот как в такой ситуации должен ввестись ассоции? То есть, я хочу сказать, на теории у вас все красиво. Культура, целость и так далее. В жизни это все всегда по-другому. Есть еще один вопрос. Хорошо, давайте сразу второй. Первый вариант, что делать с этим человеком, вам решать. Либо вы наймете на рынке такого человека, да? Либо поднимите ему зарплату. Ну, подниму, надо поднять всем остальным. Смотрите, во-первых, есть индивидуальное решение. Да, вы можете заплатить ему за что-то бонусы. Первый. В шестый месяц. Какие-то бонусы. То есть, он может получать где-то, но он больше на 5 тысяч ежемесячно. Если он может получать где-то больше на 5 тысяч ежемесячно, и у него действительно такая сложная ситуация, вы его не удержите. Потому что в следующий раз он предложит на 10 тысяч больше. И вы здесь станете его заложником. В этом случае проще отпустить. Хочу сказать, что 40,80, мне кажется, сотрудников именно таки. То есть, в любом случае, они не тут где-то, где платят больше. Не зависимо от культуры, от бизнеса. Не всегда. Вот вы наемный сотрудник? Нет, не совсем. Вы собственник. Кто здесь наемный сотрудник? Скажите, пожалуйста, вам предлагали больше в своей жизни? Это верно. Смотрите, еще добавлю. Согласны ли вы, что спасатель – это очень опасная работа? Как вы думаете, зарабатывают ли они очень большие деньги? Нет. Как вы думаете, врачи, микрофон на работе, я так буду говорить. Как вы думаете, врачи, или медсестры, это зарабатывают они большие деньги? Нет. Но есть понятие призвания. Помните, я был слайд «фундамент». Это не решит проблему вашего кладовщика. Я еще раз хочу сказать, что когда вы приходите на работу, и когда перед вами возникает реальная управленческая ситуация, в этот момент все книжки о бизнесе, все лекции падают. Мы здесь не для того, чтобы решать системную, каждую конкретную ситуацию, мы здесь для того, чтобы рассказать вам, как можно создать систему, в которой таких ситуаций, возможно, станет меньше. Но решение каждой практической ситуации – это ваш личный опыт, ваше отношение к этому человеку, желание помочь. Если вы действительно, вот смотрите, вы собственник, у вас, как сказала девушка, у нее 50% лентабельности бизнес-капитала, в принципе, решить проблему вот этого человека можно в рамках одной компании. Можно сделать так, чтобы тот сын-инвалид, ради которого у него, собственно, всегда болит голова, мог решить. Вы можете взять на него шеф-то над этим ребенком, но теоретически возможно. Можно же, да? Можно попробовать. Вот я был, когда представителем правления банка, я подружился с инвалидом ДЦП. Его зовут Беслав Наслаханов. Он сейчас представитель общественной палаты в Краснодаре. Я ему просто помог, поддержал его эмоционально, для того, чтобы он пошел вперед. Он создал организацию, называется Восхождение. Он создал веб-сайт, который помогает инвалидам развиваться, приниматься на работу и так далее. Нужен был маленький толчок. Попробуйте, может быть, решить не вот эту задачу 5000, а подойдите системно. Вот представьте, какое эмоциональное отношение к вам внутри компании было бы, если бы вы решили эту задачу этого человека. Пусть не на 100%, но взяли бы. Я уверен бы, что этот человек работал у вас вечно. Правильно? Может же быть такое решение? Причем оно не очень дорого может стоить. Второй вопрос. Погромче, пожалуйста. Люди бывают разные. Даже они делятся на группы в зависимости от характера, от своих каких-то личностных развитий и так далее. Хочу сказать, есть сотрудник, которому скажешь, нужно сделать так. Он не стрекосовно сделает это и так далее. Есть сотрудник, которому говоришь, ну как бы вот, надо делать так, а он еще подумает, еще вопросов задаст. А есть сотрудник, которому говоришь, нужно сделать так, но все равно сделать по-своему. И понимаете, я понимаю, что каждому нужен свой подход. Правильно. Одному говоришь так, другому говоришь, когда убеди, то есть приходится убеждать, да? Вот в третьем у меня получилось так, что он сказал один раз, нет, второй раз, нет. И пришлось в виде шутки при всем коллективе встать перед ним на колени и сказать, ну пожалуйста, ну не делать так. И вот хочу сказать, после этого он не делал. Но видите, это неадекватное, но очень эффективное решение. Потом уже хочу сказать, что как-то начинается разговор между сотрудниками, что к нему я как-то больше не полагала. Я понял ваш вопрос, давайте, чтобы все не скучали. Спасибо большое. Как в этих ситуациях? Давайте. Коллеги, вопрос был следующий. Все люди разные, да? Смотрите, есть такой вопрос. Представьте, что я, например, решил похудеть. Ну, бывает такое, кто-то думал вообще хоть раз об этом? Кто-то думал хоть раз там не есть после шести? Я подхожу к зеркалу, смотрю на себя и думаю, да, что-то не так. То есть я хочу, вот представь, вот ваш вопрос следующий. То есть мы жили как-то все время, не задумываясь, почему мы делали так. Мы создавали, мы каким-то образом управляли, мы каким-то образом нанимали людей разных в свою компанию. Ведь ценности являются ее прекрасным фильтром на вход. И мы говорим, слушай, ну вот у нас такой, 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 такой. Вот ты мне сейчас говоришь, это не работает в моей компании, потому что они все разные. Нельзя сразу одним решением решить прежние проблемы. Если вы автомобиль долго не будете техническим обслуживанием заниматься, он рано или поздно развалится. Какое бы в него новое масло не налили. Я, кстати, недавно тут перечитывал, так получилось, там какие-то притчи Иисуса Христа. И там было, там нельзя в старые меха наливать вино молодое, потому что порвут эти меха. Так вот то же самое, для того, чтобы решить проблему, надо подойти к началу решения проблемы. Если мы говорим о том, что мы выбираем ценности, как инструмент управления компанией, это значит, что в этот момент мы начинаем жить по-другому. В процессе работы с двумя компаниями 30% менеджеров ушли из компании, когда мы начали внедрять систему ценностей. Плохо это или хорошо? Это хорошо, потому что люди ушли те, которые не разделяют наши ценности. И чем еще хорошо, что на их место пришли люди, которые сразу понимают, что в этой компании ценности являются главным руководителем. В этой компании при собеседовании с ними говорили, скажите, а какие вы ценности разделяете? И так далее, и так далее. Когда мы начинаем заниматься разным подходом к разным людям, у нас абсолютно все поменяется. Смотрите еще раз, и очень важный момент, отвечая на ваш вопрос. Да, действительно, у вас в каждой компании сейчас все сделано так, как является результат вашей жизни. Ведь вы такая, вот каждый из нас это результат когда-то ранее принятых решений. Положительных или отрицательных. Мы, по сути, это продукт. И ваша компания, ваш коллектив это продукт когда-то принятых решений. К сожалению, но что происходит, когда нам нужен человек? Мы говорим, размести объявление в вакансии секретарю. Он говорит, а что написать? Да скопируй подобное. Ну не так что ли? Каких людей мы получаем? Второй вопрос. Помните, я вам слайд показывал, система управления проблемой в процессах. Что такое процесс? Процесс это требование к результату, на входе, на выходе. Мы когда понимаем, что это процесс, мы понимаем, какие личностные качества, какие профессиональные качества должны быть у сотрудника. Если мы это идентифицируем, если мы понимаем, какими процессами происходит у нас управление в компании, мы четко сможем сформулировать, какой человек нам нужен. В большинстве случаев, когда процессы не формализованы, приходят люди, которые нам не подходят. И мы говорим, что за HR у нас такой? Приводит непонятно кого. А вы сами приняли удовольствие, вернее, вы сами приняли участие в формировании этой вакансии. Насколько процессы описаны, насколько мы понимаем, какие люди нам нужны. Речь идет об осознанности в управлении своего бизнеса. Люди разные. Но нужно время для того, чтобы те люди, которые не лояльны вашей компании, которые просиживают штаны там, они ушли. Нужно время, чтобы и смелости набраться, чтобы принять людей новых. Нужно смелость, чтобы заявлять о том, что мы платим либо ниже рынка, но мы даем людям возможности. И тогда к вам придут люди амбициозные, но вы должны четко понимать, что они не задержатся долго, пока не получат амбиции. Либо сказать, что мы платим дорого, но мы очень много требуем. Вы должны выбрать, что вы делаете. Нельзя быть либо там, либо там. Давайте еще один вопрос, пожалуйста. И следующий спикер. Да. Здравствуйте. Александр, компания по ремонту квартиры. Такой вопрос про ценности, что если сотрудник не разделяет принципы ценности, нужно ли с ним работать, либо проще поменять? Мне кажется, я все это время пытался ответить на этот вопрос. Если он вас устраивает, с точки зрения качества работы, он ни с кем не коммуницирует, а в закрытой квартире накладывает штукатурку или штробит под электричество, пусть работает. Давайте вопросы еще, пожалуйста. Какой-то есть? Да, иду. Меня зовут Рустам, Владимир Ателье. Вопрос такой. Очень легко работать с взрослым поколением. Они понимают, что так далее. Как удержать молодежь за мотивируемой, чтобы она осталась в фильме? Как мы вначале говорили, что у них нет ценности купить квартиру, купить машину. Одна приехала с Кореей, одна приехала с Москвы, одна приехала с Америки. Они ездят, летают, им вообще неинтересно, где это удержать. Как задержать в своем месте молодежь? Вопрос следующий. Я вам говорил, найдите исследование, исследование, которое провел Сбербанк касательно молодого поколения в гугле. Именно наберите исследование Сбербанка касательно молодого поколения. Я уже сказал, пять основных вопросов. Люди в диджитал, люди в социализации, им должно быть интересно и у них должна быть цель. Если вы сможете создать в своей компании состояние интереса, вот вы лично, а интерес рождается амбициозностью, задачами, подходом к людям, отношением к людям. Все это такие нематериальные вещи. К сожалению, мы люди, мы не роботы. Когда будут роботы, там будет все проще. Но вам нужно вкладывать себя, вот частицу себя, когда вы привнесете в компанию. Ведь, вы знаете, много же таких послойств существует. Ты что делаешь? Я камни ношу. А другого спрашивают, ты что делаешь? Я храм строю. Два разных подхода. Вот ваша цель создать интерес внутри вашей компании. Коллеги, вам огромное спасибо за то, что вы два часа высидели. Напоследок, мне Юля уже машет всеми возможными там жестами. Напоследок, есть такая очень веселая африканская пословица. Мне ее всегда хочется рассказывать. У меня есть много историй, если потом досидите. И, кстати, я здесь буду весь день. Пожалуйста, подходите, не стесняйтесь. Мне очень приятно будет с вами поговорить. Так вот, завершение перед следующим спикером. Утро, жаркое, в Африке. Просыпается антилопа. Знаете такую? Нет? Хорошо, расскажи быстро. А просыпается, открывает один глаз и думает, так, я еще жива. Чтобы завтра мне проснуться, мне нужно сегодня очень-очень-очень быстро бегать, чтобы не попасться на завтрак льву. В это время лев открывает один глаз и думает, так, я еще жив, но голоден. Мне сегодня надо очень-очень быстро бегать, чтобы поймать антилопу, и чтобы у меня был какой-то завтрак. Поэтому, независимо от того, кто вы, лев или антилопа, нужно очень быстро бегать. Так. Здесь мои контакты, пожалуйста, пишите, звоните и так далее, и так далее.